так всем привет опять опять в эфире да у нас тут произошли технические шоколадки поэтому мы разделили от выпуска на две части собственно часть 2 меня зовут дмитрий зомбак со мной сегодня тимур северлюка здравствуйте мурчик это я да и максим зарядский если вы не смотрели первую часть то мы вам советуем сначала пойти на первую часть нашего подкаста а если смотрели или даже если смотрели нас в реальном времени то имеется ввиду что к сожалению у нас прошла техническая накладка и нам пришлось разделить все это на две части мы ведущий подкаст из строка 100 до 284 выпуск и собственно говоря мы обсуждаем конфу от sony которая прошла у нас буквально на прошлой неделе на чем мы остановились мы говорили про финал фэнтезе 16 короче с финалка выйдет 22 июня что там будет конкретно у нас мнение разделились я считаю что она выйдет достаточно спорной игрой но в любом случае она будет той игрой которая продастся хорошо потому что на нее большие ставки что у саней что у скворечника скворечника да так что надеемся что она продастся хорошо а вот по поводу того понравится ли она нам ну посмотрим когда она выходит собственно говоря уже совсем скоро через месяц да значит что выходит да что выходит в этом году и кто жирный анонс конференции ну и самый в общем то впечатляющий лично для меня в плане графики так точно это трейлер alan wake 2 который действительно выйдет в 17 октября уже на всем но пока она правда не выйдет в стиме она выйдет только в егэс потому что epic games является издателем этой игры нет и абсолютно не скромным образом remedy у себя в соцсетях написали что они считают свою игру одной из самых графонистых в этом году и собственно звездой всей конференции искать вообще на самом деле заслуженно потому что я ее этот трейлер пересматривал наверное самое большее количество раз конференции и мне очень понравилось что в нем есть вайбы не столько первого а он вейка сколько труд детектива первого да или контрола то есть в игре уже стало известно что будет два протагониста собственно чернокожий агент фбр и непосредственно он вейк вот к своей роли игровой модели можно так сказать вернулся сами ярви он же сам вейк сценарист и креативный продюсер рэмиди ну и ко всему вдобавок показали геймплей и несмотря на то что да там есть фонарик геймплей выглядит забавно и стрельба вроде как выглядит хорошо лично я очень жду первый а он вейк мне не понравился мне абсолютно нечего скрывать в этом вопросе но мне очень понравился контрол и мне очень понравилось что в собственно в новом а он и вейке есть такие вайбы вещей которые мне нравятся этом жанре но что вы думаете они очень интересную штуку рассказали про свою игру сказав что там же будут два персонажа и ты будешь играть за них за обоих и смысл в том что они как-то очень так типа интригующе говорят о том что вы сможете чуть ли не в любом порядке проходить соответственно части игры за одного персонажа из-за другого и таким образом узнавать каким-то ну вот типа дополнительные части сюжета которые вы могли там проебать при там первом например прохождение или как бы как-то по-другому взглянуть вообще на историю как это будет реализовано непонятно но концепция интересная там явно прямо видно внутри игры внутри трейлера что вообще стилистикой что происходит у а на вейкой что происходит соответственно у девушки который работает фбр что у них все прям прям сильно различается и мне есть смутное сомнение что девушка фбр она типа в реальном мире находится а он вейк находится соответственно вот в этом типа мире в мире мире озеро в черной комнате они в красный но я могу это будет как в x-files то есть есть молдор искали один типа такой типа весь из себя и банько а вторая такая рассудительная и прочее но есть ты говоришь о разных вещах ты сейчас говоришь о двух персонажах которые два фбр фб ровца по сути а я тебе говорю о фбр овце девушкой и они будут существовать абсолютно тимур два персонажа как в x-файлах один это рассудительная женщина из фбр чернокожая а второй ебанько вот на тебе вот один это рассудительная женщина а второй это ебанько он вейк нет это абсолютно не так я я прям вот сто процентов уверен что это будут два персонажа которые существуют в абсолютно разных плоскостях в разных мирах тебе вам в трейлере говорят что это не так знаешь почему там в трейлере есть момент где девушка идет по дому но типа с фонариком она такая ищет что происходит что происходит и в какой-то определенный момент на нее нападает культист и если ты посмотришь на этого культиста вот эти специально на паузу нажал так если посмотришь на эту культиста вокруг него черная сущность как так такая же как вокруг чуваков которых алан вейк собственно говоря пиздил фонариком так что нет никакой разницы не будет нет я тебе и там будет меня перебиваешь не даешь мне договорить но а я пытаюсь объяснить что они существуют в разных мирах а в какой-то момент их мир и начнут пересекаться потому что алан вейк какой-то момент начнет постепенно попадать в реальный мир потому что там есть момент где буквально его находит бородатого измученного совершенно она его вытаскивают собственно говоря да и он проникнет в реальный мир она наоборот будет постепенно погружаться вот этот нереальный мир возможно понимаешь я думаю что скорее всего это будет фабула примерно в этом контексте как макс правильно у нас во время конф заметил что в контроле же был момент когда рассказывалось про двух фбр-овцев которые пошли искать писателя эту историю до курса скандала по этому поводу о господи какого давай ну во первых не в контроле а в брейке брейки это происходило аналог были телевизоры которые тебе показывали сериал и там был сериал про двух агентов фбр которые ищут писателя ну собственно это отсылочка как раз колдувейку на ты в те времена считалось здесь я тоже самое два агент фбр ищет типа писателя но прикол в том что в том сериале который был в quantum break девушка агент фбр была белая а здесь она черная именно по это сейчас волнует и 2023 году чувак знаешь вот тех людей типа тебя для которых для которых внезапно важно какого цвета русалочка вот для них внезапно стало важно какого цвета агент шпбр понимаешь и игру буквально отменяют говорят чтобы ребяти прогнулась коко-коко-коко-коко-коко-коко-коко-коко понимаешь вот так а второй скандал который связан с этой игрой он связан с тем что она будет стоить дешево она не будет стоить 70 долларов как любая современная игра она будет стоить дешевле потому что remedy честно сказали что у нас не будет ритейла то есть у нас не будет никакого физического издания игры у нас будет издание игры только в цифре а поскольку ритейл отбирает какое-то количество денег то мы собственно говоря экономим и вот за счет этой экономии мы типа игру сделали дешевле так вот народ начал говорить о том что я никогда в жизни не куплю игру у которой не будет физического воплощения таких людей много это я думал что я один мудак который покупаю все в цифре оказывается огромное количество людей до сих пор покупает в ритейлер особенно в америке понимаешь ментальность ментальность того что раскрыли цифры и выяснилось что например в британии того же самого джедаи вот этого сурвайера по моему 50 процентов было в итоге куплено на дисках и там типа еще кучу игр тоже ну то есть выясняется что примерно половину покупают на дисках вы еще забываете про три очень важных момента которые касаются физических копий просто дать вам перспективу почему люди так на них дрочат несмотря на то что особенно сидя где-нибудь в россии в снг в ближнем зарубежье это действительно вас отрывает немножко от контекста контекст следующий как я знаю хороших друзей в разных странах мира интернет интернет в золотом миллиарде говно и во многих локациях он говно в сша это еще достаточно высокой плотностью расселения усиливается потому что не все люди живут мегаполисах многие люди живут в субурбиях каких-нибудь вот второй момент это то что у вас даже если у вас есть хороший интернет у вас дата план но вот который вас ограничивает по трофу и есть третий момент я почитал недавно исследование 2021 году 50 процентов 50 процентов домохозяйств сша имели дата кп да и третьего да и третий важный момент это то что ну да давайте называть вещи своими именами игры можно перепродавать и люди активно этим занимаются не каждый человек готов просто так взять из нифига потратить 60 баксов на игру это кажется нет 60 случае с ауном вейком 60 давай так говорит про бейслайн да вообще по-моему 50 макс если честно ну типа и ты все равно как бы отбиваешь частично потом копию перепродав все-таки чуть-чуть денежки тебе есть с этого и с ауном вейком 2 и интересная история по-моему ты поднялся этот шутсторм естественно но неожиданно проснулась наша любимая компания тички у nordic которая группа эмбрейсер и такая пацаны мы можем издать физические копии поигните нам смысл в том что это же история о которой они изначально говорят о том что они не хотят в ритейл потому что там будут ну там будет маржа ритейлеров там и прочее и если ты будешь игру продавать в ритейле то ты как бы обязан по правилам соответственно там типа по платформодержателя продавать ее ее же как бы ну в цифре за столько же денег ты не можешь продавать свою игру в плейс не за 40 долларов а в ритейле продавать тоже из доллара к или за 60 долларов как ну то есть ты должен и в ритейле и продавать ее за 60 долларов там и в цифре за 60 долларов и как бы вот классный конечно ход с точки зрения брейсера сказать о том что типному можем сидеть на дисках ну так от этого суть вся и поменяется вы же не будете тички у nordic сами рассылать людям диски по заказу как бы специально чисто вот от себя вам вы должны будете засунуть их в ритейл что решение выпускать игру исключительно в цифре это решение разработчик это решение издателя то есть вот в remedy буквально посчитали что да мы будем делать в цифре вот это блять наш стейтмент такой и так далее я просто этого стейтмента не понимаю потому что они могли бы договориться со своим издателем что типа чуваки для где-то ваши проблемы издавать в ритейле как хотите нам похуй мы вот вам даем блять копию игры хотите диски штампуете хотите коллекционки делать и нам поевать мы разработчик умеешь а здесь стоит он такой что типа нет мы выпускаем только в цифре самостоятельно вот так вот у нас будет все классно такой ну почему ну как бы дайте днем с вот такие вот прекрасные люди дело не в эпик геймс эпики создает только на стран не надо короче тем не менее ждем а у новой к 2 посмотрим что получится трейлер к который от нас предзаказал до аналогично дима трейлер нам много родов нападал давай-ка мы даруемся на секундочку зачитаем и дальше пойдем хорошо сергей ласков за нас на пистилор при этом и сталина спасибо спасибо сабсидия натурал нам по 20 польских злотых хотел бы вас послушать в лаве но очень залип в масс эффекте втором хорошего вам стрима блин классный класс да да артюху на 200 рублей слушай вас много лет был были со мной в ушах тяжелый радостный момент жизни как родные уже с 22 года я отучился в тестировщике после 13 лет работы в продажах и сейчас на стажировке на новом месте но поздравляем волберг занес нам 200 рублей ура подкаст это после выпуска спектакля слег с простудой спасибо диме за стримы по зельдушке купил прошитый light наслаждаю сговорю с симулятором физики в 30 fps не оторваться чем здоровье спасибо тебе давай выздоравливать тоже прошит и light потому что как у меня сейчас нет моего свеча я подумал я реально что я потом такой да краситель зряк занес нам два евро мне очень нравится это как чили пиздрик но поменьше пред приготовились девушка и ужин под ваши стримы теперь сидим плитаем передайте оле привет пожалуйста особенно тимур оля привет е передаем да все еще давайте возвращаться конференции еще один трейлер который нам с тимуром по крайней мере очень сильно понравился это как показали сосис крит мираж и да действительно все как предсказывали древние инсайдерские свитки 12 октября она выйдет но что нам лично понравилось это то что это наконец-то господи не экшен rpg а классический ассасин скрит вот где вы просто ходите по большому ты немножко губу не раскатывай потому что все инсайдеры сказали о том что типа если вы ждете там паркура как в обычных ассасин скридах то его там будет не так прям много ну ты знаешь другой стороны в трейлере я посмотрел как бы в общем то ну как бы паркур такой на уровне середины цикла ассасин скритов в общем то вполне более-менее нормальный поэтому ну вот я то что я увидел меня удовлетворила я такой типа окей ну типа хорошо и в целом как вот эти вайбы самого первого ассасин скрит который мне очень нравится и который до сих пор очень люблю это прям вот я согласен я не согласен абсолютно я могу сказать что если вы раскатали губу что это будет какой-то другой ассасин скрит который будет классный замечательный крутой вы свою губу закатывайте обратно потому что это буквально игра которая делалась как делал сик вальгали да она по сути та же самая но как бы дел делать из нее вид что это типа старая сосис крит ни хера подобного изначально делалась как как раз таки вот именно как ты прав как dlc к вальгале вальгале на определенный мой момент сделали до пивот в другой проект будет это будет буквально делался к вальгале ты блять можешь сколько угодно ну давай вот давай она выйдет мы будем ее хуесосить но трейлер не похоже на вальгалу дима эти чуваки я вчера играл вальгалу это блять один в один буквально и так красиво как тебе в трейлере покажут у тебя не будет будет сейчас тебе покажу блять момент который мне просто знаешь весь юбисофт блять в одном в одном трейлере блять чести покажу этот момент я вот не помню где он там блять момент просто охуительный ты такой а ну понятно это юбисофт это все еще юбисофт ты такой окей в общем я с осторожностью жду игру если она окажется хорошей отлично если она окажется говном ну тогда типа похуй на нее вот но по крайней мере пока что и все что я увидел мне понравилось вот и я прям с удовольствием в нее жду что есть возможность будет в нее поиграть я чувствую я не найду этот момент плана в общем в итоге там на заднем плане можно увидеть как чувак стоит в т-позе поэтому ну ладно слушайте еще еще два таких трейлера одной строкой показали во первых опять street fighter 6 выходит он уже вот буквально вот на перегонки кто раньше выйдет этот выпуск подкаста или street fighter 6 он хоть 2 июня все еще здорово и я в общем-то наверное его возьму банально просто чтобы играть соленый мне нравятся файтинги я люблю этот жанр street fighter 6 выглядит очень здорово очень стильно они сделали правильные выводы из пятой части где все персонажи были такие перекаченные гигантские монстры которые пожрали абсолютно все что продавалось магазине фитнеса вот здесь наоборот здесь женщины выглядят как женщины мужчины выглядят как мужчины в целом опасные вещи говоришь да да согласен но вообще в целом мне очень нравится стиль мне очень нравится новый визуал который они применили к street fighter я почти уверен что механически это все еще будет очень хорошая игра поэтому street fighter 6 мы ждем но это та игра которая блин она выходит уже зачем мы нашел кейс показывать вот правда значит потом еще есть неожиданный такой вот анонс это от главного арт-директора hotline майами новый метроид ваня который выглядит как дэдселф на lsd называется на ультас до выйдет двадцать четвертом году на playstation 4 playstation 5 накоротко очень накоротко капком показал что dragon's dogma 2 действительно существует просто нравится как макс перескакивает блять просто маме а это ты если честно сейчас я не понял о чем ты говоришь вообще который сейчас показывается на экране если что это метро и давания и ее основное преимущество перед всеми остальными метро даваниями что у нее визуал выглядит как лсдшный trip это я только что сказал большое спасибо тут вопрос другого просто что опять же вот знаете кому-то такие вот игры очень нравится как бы своей стилистикой что вот они такие классные клёвые стильные но вы знаете вот у меня ощущение что она сделана очень дешево как то и как и всему продувание добро пожаловать в жанр нет ну ты знаешь это вот игра грубо говоря из стима которую как бы кто-то где-то что-то там выпустил очень дешево и и вдруг внезапно все нашли и сказали смотрите какая классная и там тело их 50 тысяч человек и укупили и сказали да реально очень классная игра во всем стране на нее похуй просто и я не понимаю почему эта игра вдруг оказалась на шоу кейсе playstation а это ну то есть это совершенно игра недостойная мне кажется вот такого как бы большого прожектора который на нее на это та вещь которую знаешь можно было в подборке инди игр пустить ну да 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 когда в блоге публикуются в день ну типа короче нам верно пишут нам верно пишут она выйдет в отличие от суксом кстати она выйдет еще и на ps4 не только до 5 если что но в любом случае как раз мы переходим к dragon's dogma 2 игре а коту который очень давно все ждали потому что несмотря на то что многие люди почему-то считают что dragon's dogma там как это была парашная игра которая нахуй никому не было нужна это не так на самом деле dragon's dogma была крайне популярной игрой и продалась довольно хорошо и у нее целая там типа куль ну культовый куча фанатов особенно в самой японии японии прям ее очень полюбили по ней даже и есть это буквально иссякать с гейм нет ну в общем я могу сказать так что то что показали во второй части действительно выглядит более-менее современно ну то есть я ожидал что то что 1 драгон дома даже в тот момент когда она вышла она выглядела если честно не очень местами вот она увидел странно вот так эти скажу да здесь как-то вот она выглядит более-менее нормально ну то есть как бы не то чтобы прям супер-пупер нереально чё-то но нормально в целом как бы и опять же вайбы такие вот от этой игры конечно того что это ммо из которой вырезали ммо вот и в первой части тоже такое было но посмотрим чего в итоге и получится на по факту потому что видно что сделали прикольных монстров прикольных персонажей сделали у кого может быть даже будет нормальный сюжет и ну как бы в целом необычно и интересно я бы так сказал да вот ну посмотрим как бы очень осторожно мы заметили да вот это манера японская типа средневековье как бы да ну то есть типа фэнтези но очень японская фэнтези такое прям вот типа в стилистике аниме посмотри буквально вот это вот сейчас сейчас покажу енифер дома ну ты зря смеешься это я не фердома да каджит дома ну и так далее в общем то прикол прикол кстати в том что все таки ой в играх капком неестественная внешность а потом ты узнаешь что они реальную женщину какую-то нашли отсканировали в рее в ргн знаешь но посмотрим как она будет выглядеть ближе к релизу там движок от восьмого резидента на самом деле очень классный так что посмотрим что у них получится собственно говоря про резидент и вела тут большой был блок вар игр и хоть и не было таких вот прям еба анонсов показали несколько интересных вещей во первых наконец-то показали что у резидента 4 вар режим он будет без даты релиза но скорее всего это будет с начала следующего года потому что если вы играете в резидент и его 8 или вы играли в него в варе или вы собираетесь поиграть важная информация что там вар режим и 2d режим у них даже сейвы разные то что реально разные игры с разным взаимодействием с разным балансом потому что ну например какой смысл снижать отдачу оружие в вяре но как бы это бесполезный апгрейд данном случае вот и резидент и вилл 4 переделывают точно так же что я увидел из трейлера полезного и классного во первых в этот раз в отличие от восьмого резидента по ходу будет доу-уилдинг то есть как в вар парте для окулуса у вас будет две руки с оружием а не одна как это сделано в резиденте восьмом огнеметы можно сделать два огнемета в руки можно почему бы не играл в резидента там нет огнемета там нет огнемета но ты можешь взять два пистолета например во вторых графон понятно что это симуляция того графона но судя по восьмому резиденту я не жду большого даунгрейда потому что восьмой резидент и вилл за счет того что там вот этот фавиат трендеринг он выглядит очень хорошо большую часть времени ну и третий момент это то что традиционно резидент и вели в вяре реально офигенные на всех платформах он димка подтвердит что даже четвертая устаревшая часть на окулусе классная я димка не подтвердит димка в него играл 10 минут и решил что жаль я не настолько сильно люблю старую игру чтобы играть в нее еще и в вяре не готов короче короче такое потом еще показали аризону саншайн 2 аризона саншайн это был один из первых виртуальных тиров которые выходили когда-то под окулус под окулус они выходили под htc вайв я прекрасно помню как я ездил к друзьям fair games играть собственно в аризону саншайн 1 она ужасно устарела сейчас я ее не советую но это была игра которая заложила очень много так сказать конвенций того как вяре надо взаимодействовать с оружием ну то есть прилипание магазинов вот это вот то что можно пушку держать двумя руками дестабилизации так далее все появилось в аризоне саншайн и еще в ней был очень неплохой кооп вторая часть выйдет на всем то есть она выйдет еще и на пока но в целом если вы вот вам вы любите стрелять вяре аризона саншайн 2 это та игра которую я ждать прям прям реально вам советую почему-то зомби шутан типа не на серьезных щах да он такой он стебненький типа фановый да по фанам да выйдет еще некий crossfire sierra скот от которого я вообще ничего не жду потому что все что выходит под брендом crossfire говно какое-то но если вы ждете какой-то хороший тактический шутан то на ps вяре в этом году выйдет firewall 2 вот это будет наверное очень круто павлов очень бюджетный он просто бюджетный вот я поэтому и жду firewall потому что firewall это фактически радуга но вяре значит показали шутер синапс он выйдет уже 4 июля что-то непонятное но к сожалению с вяр играми ты никогда по трейлеру не можешь понять насколько она будет интересной вот этот трейлер честно сказать не продает а вот что sony собственно это то предсказание которое сбылось что я сразу говорил скорее всего произойдет на конференции sony показала битсейбер а я напоминаю что битсейбер теперь делает контора цукерберга если что это не независимая студия битсейбер вышел на playstation vr ровно в тот момент как на конференции показали трейлер и судя по отзывам людей которые собственно тащатся от битсейбера порт получился очень качественный плюс там еще докинули песни группы queen но у битсейбера на консолях и кстати на окулусе внутри шлема есть очень серьезный минус там нельзя ставить кастомные песни вот а там продаются музыкальные паки по моему да музыкальные паки но куча фанатов битсейбера они живут модами и например тебе никто никогда не продаст песню чики для битсейбера понимаешь чтобы ты ее станцевал для ютуба или там какой-нибудь а чикадэнс что ли смысле из этого или бфг-дивижн какой-нибудь понимаешь и поэтому основа битсейбер комьюнити все равно она живет в этом плане на пока но порт хороший трекинг отличный как бы новые контроллеры к этому взаимодействует как-то я могу сказать так я не немного расстроен вир-блоком потому что я честно ждал больше анонсов вообще в целом просто числительно я не говорю про громкость потому что лучшие вир игры может быть не самые раскрученные кто из вас слушал про игру хьюбрис например никто а хьюбрис одна из лучших вир игр на самом деле сейчас но при всем при этом в целом анонсов было мало и у меня возникло ощущение что из вир блока тоже вытащили пару каких-то крупных игр в последний момент то есть если условная алекса была ее решили на этой конференции не показывать так что вот вот это все ваши манебеливы которые никогда не сбудутся не будет никакого вам хэлф-лайфа алекс но на самом деле посмотрим что покажут но давайте перейдем к одному из самых жирных анонсов которые никто не ожидал вот вот это то что на самом деле здесь хорошо держали за там семью замками но это так скажем тайна поле шинели потому что абсолютно все знали что основная часть креативная команды банджи занимается перезапуском игры марафон но по сути как бы никто не знал что ее так быстро в каком-то виде но покажут вот и они действительно показали такой сиджай трейлер очень красивый очень стильный где тебе по сути показывают этот самый марафон букв буквально марафон потому что там люди бегут для забегу да их зовут все эти раннеры то есть они тебя да но конечно там вот плане стилистики в плане того что именно показывают вот по арт-дирекшну конечно такой прям пик банджи дизайн очень красиво все очень классно такое киберпанковая очень они называют этот стиль графический реализм когда я кстати могу сказать что большую часть многих вот этих решений в том числе в дистане делал их чувак который как бы синьор дизайнер это чувак еще из россии у него очень крутой арт-стейшн если честно да как бы и на самом деле вот я сколько всегда видел как бы что он там делает за что он там отвечал там и оружие всякая графика и вот графика то что там типа ты видишь в игре внутри там всякие здания вот как это вот это вот многие из этих вещей он проектировал короче смысл в том что по трейлеру нихера непонятно кроме того что это как бы командные а теперь внимание маленький маленький дохера понятно мы сейчас димой обсудим да да но как бы я говорю с позиции человека который про марафон вообще особо сильно ничего не знает и я вот ничего не понял кроме того что я прочитал про то что все говорят что как бы в марафоне якобы в оригинальном там очень сильно упор большой на лор на сюжет на вот это все они сразу охладили траханье сразу же после конфы и сказали о том что типа чтобы в губу не раскатывали что никакого лора никакого сингла в игре не будет это будет и это не так это неправда смотри во первых они буквально что сингл сингл вычеркали так сказали можно я скажу все таки да давай смотри во первых в трейлере есть ссылка qr-код если ты ее просканируешь что ты попадешь на сайт некой организации которая делает андроидов ну типа в будущем и ты на это на сайте этой организации тебе объясняют что это за червяки которые там ползали например до крока шелкопряды шелкопряды которые тебе делают по сути выращивать тебе этих андроидов да то есть потихонечку второй момент он вот эти вот искажение визуальные которые выглядят как знаешь как будто видос глич да вот этот из него тоже собрали кучу истории нашли например twitter и youtube аккаунт такой террористической организации как мида игроки в десны знают например что есть такая пушка в миды мультитул которая в пвп просто разносила все что возможно конечно она была классная какое-то время короче это мида занималась тем что подрывал корабли местные и так далее откуда они вообще все это взяли в дэстони потому что в дэстони напоминаю история происходит спустя много-много-много-много-много-много тысяч лет спустя и никто не знает сколько времени прошло с момента золотого века и с момента того что происходит в дэстони то есть там разница огроменная в марафоне конкретно мы знаем что действие будет происходить в 2800 каком-то году ну то есть плюс-минус и история оригинального марафона это отдельная скажем так можно можно я скажу да отдельный подкаст кабинета лора записывать но то что вам нужно знать это то что бандж запустила целую аэр игру по этому вопросу и там на реддитах на всех этих замечательных форумах на которых все это обсуждается там собрали огромнейшую 86 страница и причем это все лор с а ты не отзывами какими-то картинками скит просто это знал что если собрать определенные моменты из этого трейлера то можно было попасть на трансляцию в которой у тебя такая внизу маленькая полосочка загрузки была и там типа показывается сейчас подключена там такое-то количество зрителей типа того это надо было добрать 7000 зрителей 2777 да естественно вот эта отсылка к семеркам тоже не просто так потому что отсылка к семеркам это в принципе история марафона я не буду сейчас 20 подробностей просто знай что это число важно банжи она везде всегда принял это все из марафона смотрите с марафоном есть такая история вот точно нам даже показали в трейлере типа лора не будет там в трейлере просто дохерень лора и он рассчитан именно на тех поехавших типа меня которые играли в первый марафон вам показали одного из пришельцев первого марафона вот этот чувак со свечащейся хернёй в костюме коллектор и как она называется да коллектор вам показали сам марафон вот этот корабль в астероиде это редизайнутый марафон собственно честь которого игра и названа это корабль поколений который летит собственно эту колонию тауцете важное уточнение летел летел да которую вам показывают собственно с высоты птичьего полета вам вот в этих глич кадрах откровенно показали дюрандаля дюрандаль это поехавший и и того самого корабля сам корабль на фоне планеты это логотип марафона один в один и там просто миллион таких деталей которые вы знаете только если вы играли в первую часть так что если вы думаете что там не будет лора увор и вам отгрузят просто нахер камазом в этом абсолютно уверен важный еще момент вот я группа тот стрим на который надо было набрать 777 человек если бы когда народ набирался туда тебя переадресовывала на видок который записала банджи там сидят разработчики они рассказывают про что будет игра они тебе честно говорят что мы делаем экстракшн-шутер что такое экстракшн-шутер это escape from tarkov это хант это там я не знаю некоторые не вижу дарка зона не к ночи буди помянуты battlefield 2042 с этим мудацким совершенно режимом с экстракшном как он называется до зеро или какого-то не помню как называется не важно вот этот мудацкий режим и так далее то есть экстракшн-шутер есть на рынке но конкретно банджи пытается переосмыслить жанр что они сказали они делают они делают так чтобы лор отдельной фейер тима а там скорее всего будет как в destiny типа три человека в одной фейер тиме ну то есть скорее всего будет происходить следующим образом то есть смотри у тебя есть колония на тау кита на которой как бы давным-давно люди основали какие-то 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 производственные мощности там будут заводы какие-то какая-то вот история и вроде как там как раз и делают вот этих вот боевых роботов с помощью шелкопрядов и прочей истории на этой колонии происходит какая-то ебанина и все покрывает здоровенный вихрь собственно вот он у нас в ролике поэтому части карты будут закрыты и ты будешь попадать туда только если другая какая-нибудь команда или ваша команда что-нибудь до активирует как это происходит на практике то есть вы приземляетесь на огромную огромнейших размеров карту может быть начать карта неважно и там как не знаю как в пикнике на обочине там какие-то инопланетные артефакты какая-то непонятная хуйта то есть ничего не понятно что происходит внутри вот этой карты да и так далее допустим вы нашли какой-то инопланетный артефакт вы забрали его и это активирует некую часть карты то есть допустим часть карты будет открыта но она будет не только для вас открыта она открывается для всего сообщества игры вообще всегда везде то есть идея в том что игроки будут непосредственно влиять на лор и это будет игра которая которая будет постоянно меняться то есть представьте себе фортнайт условный да то есть вышел новый сезон фортнайта карта полностью поменялась вот в марафоне будет то же самое вышел новый сезон с картой что-то произошло может быть ебанулся там взорвался Какой-нибудь инопланетный артефакт Может быть открылась какая-то Часть карты Может наоборот закрылись какие-то Очевидные пути и так далее Ну и как это будет происходить То есть вы вот такой раннер Это типа боевой робот Который будет Раннер это клон Человека В которого удаленно загружено Сознание работника какой-то корпорации Да Вот вы будете искать лут И дальше вам надо с этой карты уйти И этот лут типа вытащить Ну с карты типа того Вас будут поджидать Пве активности Они скорее всего будут Хотя про это банджи толком не сказала И другие такие же команды Из точно таких же раннеров Которые тоже хотят этот лут достать Собственно говоря вот эта разборка в трейдере Она и есть Она именно так и выглядит Соответственно ваш персонаж Рассыпается в такую синюю лужицу Да и вы типа респаунитесь заново Но уже без лута То есть типа до свидания Как это будет конкретно геймплейно сделано Банджи не говорят Но они сказали совершенно точно Что у нас будет История того Что Мы сделаем несколько альфа-версий геймплея То есть Будет Первый альфа-тест Второй, десятый, двадцать пятый, тридцатый Неважно сколько их будет Пока мы не найдем ту формулу Которая игрокам понравится Возможно это будет сделано Как батл рояль То есть условно вы все высаживаетесь На карту Там сверху Прыгаете из автобуса Условно говоря Возможно это будет сделано Как это сделано в Таркове Где у тебя на карте Несколько разных точек экстракшена И вы типа с разных точек Рандомно абсолютно респаунитесь Возможно это будет сделано Как-то по-другому Но история такая Что банджи хотят чего добиться Чтобы вы приходили туда И искали Вот эти поиски Глубинного смысла Да, которые там есть В марафоне То есть смотрели на всякие там Графитки Не знаю там А что вот эта кнопка делает А что если вот эту дверь пойти А что если вот это туда нажать А давай попрыгаем там По платформам А если мы все в 12 человек С вами там вот там Постоим Что-что произойдет Это то чем люди занимались Дестани годами Понимаешь Когда какой-нибудь рейд открывали Ну вот Да И иногда Очень редко Но иногда Вы будете встречать Других игроков Как они себя будут С вами вести Это уже на совесть Абсолютно других игроков Они могут с вами Объединиться в группу Да, воевать если что Не обязательно Воевать не обязательно Да Может вы пойдете В там типа В пвп И внезапно там Всех перехуярите Вам захочется Убить других игроков И забрать их лут Возможно Вы такие Типа чуваки-чуваки И там типа Знаешь как там В дейси было Типа Фредли I'm friendly 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 Черно И ты такой Окей ладно А потом тебя везут Блядь на Уазике На другой конец карты И ты такой готов уже Просто все патроны отдать Лишь бы тебя отпустили Возможно будет так Мы не знаем Как будет конкретно сделано Но важно понимать Несколько моментов Лор Марафона Это лор Который В бандже Были три игры Был Марафон 1 Марафон 2 Марафон инфинити Три игры Они выходили только под Марафон 2 Дюрандаль Как раз таки Это и есть вторая часть Это под заголовок Второй часть Марафон 1 Марафон 2 И Марафон инфинити Короче История в том Что Эта игра Скорее Я бы назвал ее Наверное Сиквела-приквелом Это Софт-рибут По факту Да Но ее место действия Происходит где-то Между Марафоном 2 И Марафоном инфинити То есть плюс-минус Вот так Промежутки между двумя частями Идти узнавать Что происходило В лоре Марафона Вам не нужно Для вас это сделают Вот эти любители Разбора лора На ютубе И так далее Нас Ждите Где-то лора Скорее всего Про это дерьмо Или Максим Вам соберет Какой-нибудь Ролик По поводу того Как это будет сделано Почему люди Игру ждут Потому что Несмотря на нашу Наверное Совместную Не любовь К последним Дестане К последним DLC По крайней мере Точно Игра все еще Популярна И это Студия Которая подарила Нам Хейла Которая подарила Нам Дестане И это студия Которая знает Как делать шутеры Которая знает Что в игре Будет цеплять Что в игре Не будет цеплять Поэтому В их новой игре Народ не сомневается Собственно Об этом Говорит хотя бы И цифры просмотров Очень много Просмотров У ролика Марафона Даже больше Чем у Спайдермена Что казалось бы Блять Как так вообще Может быть Очень легко Второй момент Несмотря на то Что мы все это Так условно Хайпим Да Есть некоторые Сомнения В том Что получится Хорошо Потому что Я напоминаю Что первая Дестани В свое время Получила 6 из 10 От игрожуров И это было Таким мемом В комьюнити Что типа А говно Игру сделали Но у нее все еще Люди играют С учетом Времени И того что У Банджи Прям целая команда Поменялась Во время разработки Дестани 1 Может быть С марафоном Будет так же Может игра на старте Получится говно Мы не знаем Но важно Важно понимать вот что Это игра Которая выйдет Не скоро И кстати Два момента еще Мы не сказали Они очень важны Во первых Она выйдет на всем То есть включая Иксбокс Ну насчет Иксбокса Я бы не был Нет Она выйдет Иксбокс Она на канале Иксбокса Есть этот трейлер Значит Второй важный момент Это то что Смотрите Почему Лор марафона Так хайпят Люди которые В него играли И несмотря на то Что старички Ворчат Ой Ко-ко-ко Это не сингловая игра А я так Просто Для неигравших Я не советую вам Десятифутовой палкой Сейчас трогать Марафон В 2023 году Как его фанат Весь лор марафона Подавался через терминалы Абсолютно весь Записочки ты читал Да То есть Там не было Чего-то такого волшебного Что не даст вам Экстракшн шутер Но Лор марафона Был прописан Так глубоко Что вы думаете Какую крутую вещь Придумали Банджи в Хейло Они спиздили ее Из марафона Какую крутую концепцию Придумали они в Дестине Они спиздили ее Из марафона На самом деле Банджи Прописали всего Одну видеоигру Очень простой пример Там типа Например броня Мастер-шефа в Хейло Называется Мьёльнер Почему она так называется Да потому что Блядь так броня Называлась в марафоне Понимаешь И там было целое Лорное объяснение Почему именно так История с Картаной Которая сходит с ума От той истории Которая называлась Рэмпенси Типа В целом Вся концепция Безумство ИИ Да Оно взялось В марафоне Потому что Один из ИИ Который был В марафоне Дюрандаль Он поехал крышей То есть Собственно говоря В этом была история Причём здесь Распутин Да Распутин в Дестоне Это буквально Дюрандаль Буквально это он Дим Ой Дим Тимур Фоллины Это переосмысленные Монстры из марафона Хаски А раса Фор Которая В этом самом В марафоне Это буквально Ковенант из Хейла Да Ну то есть наоборот Ковенант из Хейла Это Фор Потому что Это собрание Нескольких инопланетных рас В одну Типа того Да 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 И так далее И так далее И тому подобное Всё это Это как с Симпсонами Всё это уже было в марафоне Всё было в марафоне Я кстати хотел вам Интересную деталь Упомянуть Что На самом деле Поскольку Банджи же Принадлежит теперь Сони И Ну Несмотря на Большое количество Хейта По отношению к Дестони 2 В неё всё ещё играет Огромное количество людей Колоссальное Вот И В общем-то Они всё ещё задают Так скажем Класс По тому Как надо Обслуживать Вот эти вот Лайф Шутеры Вот Смысл в том Что недавно По слухам Это кстати Можно было в слухи недели Засунуть Но раз уж мы провали Сейчас Ну это здесь просто В марафоне Это логичнее обсудить Честно сказать Смысл в том Что Сони в какой-то момент Как вы помните Мы же говорили о том Что по слухам И по всяким там Утверждениям Сони на данный момент Делает чуть ли не Что-то 10 или 20 Лайф сервис игр Одновременно Ну ты его привлечишь 5-6 они делали Последний раз Они делали 5-6 Нет они делали 10 плюс Точно Вот И причём Они говорили заранее Что это не шутеры Что это лайф сервис Это вот прям Разные игры То есть там Мы ещё даже рассуждали В одном из подкастов Что это может быть Что угодно Блин Это может быть и гонки И спорт И вообще в чё хочешь Вот В любом случае Они якобы Попросили Банжи Сходить И оценить Все их проекты Провести Эвалидиэйшн полноценный Да И типа Ну то есть Это типа специалисты Как бы Вот ребята знают Что делают А вы можете Пожалуйста Рассказать нам Что вы думаете Вот по поводу Вот этих проектов И выяснилось Что Мультиплеерный проект Соответственно Naughty Dog Который на основе Last of Us Который Вносит кодовое название Last of Us Factions Не прошёл проверку И Банжи Сказали Что В общем-то Игра в текущем виде Не сможет игроков Зацепить Надолго Надолго Да Причём Претензии Банжи Были к долгосрочности Проектов Ну да То есть Типа Люди Возьмут Поиграют И бросят Игру И всё И похуй на неё А в общем-то Задача Как бы сделать Так Потому что Naughty Dog Её делали Как сингловую игру На 30 часов Честно Я тебе скажу Как это было Это было Как в девишке второй Вот серьёзно У тебя есть бомбический сингл Ну как сингл Кооп Бомбический кооп Часов на 60 Не на 30 На 60 На 80 Потом игра кончается И всё что тебе предлагают Это проходить Одни и те же миссии Просто зовут Другого И идти в экстракшн-зону Да И играть в такой торков Типа Да и банджи такие Ну и кому это нужно Потому что люди вас знают Как типа сюжетный контент Сюжетный контент кончился Люди отвалились Всё Это так работает Ну в общем смысл в том Что Naughty Dog По слухам Очень сильно Перефермировала проект И пока не знают Что с ним делать Якобы Очень большую часть сотрудников Перекинули Перебросили На соответственно Этот На другие проекты Naughty Dog Они даже официально Сказали Что теперь делают Другую игру Какую-то там Типа сингловую Ну все ставят на то Что скорее всего Это Но это новая IP Ну или это новая IP Они Смотри Они выпустили Картинку с извинениями Поговорим про эти картинки Ещё попозже И на картинке С извинениями Было написано Что Да Мультиплеерный проект По Last of Us Не готов Ну то есть потом Уже Шрайер написал Почему он не готов А дальше они сказали Exciting New Singleplayer game То есть в данном случае Это буквально Тебе не говорит о том Что это новая IP Но по слухам По всем слухам Что я читал И в том числе Космин информации Это новая IP Скорее всего Last of Us Part 3 95% Что это про Салли Молодого В 60-70-х годах Ну посмотрим Что будет В любом случае Смысл в том Что они Сильно Очень Подсбавили Количество ресурсов Которые Собираются Вливать В новый Last of Us Я собираюсь Его пересматривать Есть подозрение Что с такими темпами Они его Уводят сейчас На перезапуск Чтобы выпустить На год Попозже Скорее всего Мне так кажется И они возможно Планировали его выпустить В 2023-2024 Не удивлюсь Если он в итоге выйдет В 2025-м весною И причем в другом виде Но ты знаешь Это хорошие новости Да Но к вопросу Опять же О том Что будет в марафоне Чтобы закончить Уже совсем про него Мне кажется Что у Bungie Сейчас есть хороший Трек-рекорд По поводу шутанов Чувак Они за 10 лет Не развалились К хуям Это уже хорошее Причем учитывая Притрубация Команды очень сильно Поменялись Но все говорят Что вот все стариканы Которые стояли у истоков Они все занимаются Марафоном А все новички Которые приходят Их всех пуляют На Destiny Вторую На поддержку На DLC Ну потому что Destiny Подошла к своему По сути финалу То есть вот Они же там После того Как марафон Показать Они показали историю С тем Что типа Скоро будет Как сказать Ну типа покажут Они Final Shape Это по-моему В августе А 22 августа Вот И там показали ролик В котором Они оживили Одного из персонажей Который Как бы В Destiny Давным-давно Мертв Уже Лет так Наверное Пять Или сколько Да Давно это было Вот И этот персонаж Сидит в неком Пространстве Из чего Люди делают Вывод Что Полугодовой Давности Утечка О сюжете Destiny 2 Которую они Якобы должны Презентовать В этом Последнем DLC Final Shape Она на самом деле Правдивая Ну там Большое количество Мертвых персонажей Появляется В кадре И Утечка Говорит о том Что Якобы В новом DLC Final Shape Который покажут Нам в конце августа На большом Эвенте Банджи А выйдет он скорее всего В ноябре Выйдет он скорее всего В следующем году Ну посмотрим Но в любом случае Поговаривают Что вот эта локация Где все это происходит Если вы Смотрели внимательно Если вы играли В Destiny 2 Последнюю версию И Если вы Видели Чем она Заканчивается Что Как бы Несмотря на все ваши труды The Witness Это типа текущий Такой типа злодей Антагонист Антагонист Да Он открывает Портал Который находится Прямо перед Тревелером И соответственно Вокруг Тревелера Собирается Кружочек из пирамид Тех самых Ну то есть Тревелер Как манифестация Лайта И соответственно Вот эти как бы Пирамидки Как манифестация Даркнесса Они все вместе Образовывают портал Который в виде треугольника Он такой типа Весь цветастый Фиолетовый И такой весь извивающийся И в последнем кадре В последнем кадре В трейлере Вы видите Что по сути То где находится Икора Рэй И тот самый персонаж Взвернувшийся Они находятся Вот по ту сторону Этого портала В то место Куда как раз Ушел Этот самый Уитнес Вот И Ну свидетели Сфрязина Вот И Смысл в том Что по всем слухам Говорят что это некое Пространство Где Типа Собместились Пространство и время В единой точке И поэтому Поэтому Из-за того Что там пространство и время Собместились То Поэтому те персонажи Которых уже вроде как Не должно быть Они типа там из прошлого Потому что Тут и прошло и будущее Это все совместилось В едином месте И поговорю Что вот эта самая локация В которую вы будете ходить Новая Это типа Что-то типа Юдоль времени В которой Как бы вы будете Постоянно сталкиваться С чем-то Из прошлого Из будущего Из настоящего Что там будет Что там будет Что там будут Все классные моменты Из Destiny С 2014 года Вот те которые Ты можешь вспомнить Волт оф глаз будет Кусок его наверняка будет А может даже Мифокласс найдешь Будет какой-нибудь Там этот Как его звали Гаул Который С нами воевал На Марсе Как его звали Я забыл Не важно Эй этот хрен будет Там прямо в трейлере Сражаются Саватун Саватун Которая по сюжету Как бы не должна быть Уже Ты не должен С ней сражаться И там будут Все вот эти Классные моменты И все это DLC Весь этот аддон The Final Shape Он как бы Завершит Историю Destiny 2 Сколько он будет Продолжаться Никто не знает Может Банжи Весь следующий год Будет для нее Активности пилить Может она В следующем году Ее закончит Но все это Должно нас Подводить к тому Что либо В следующем году Либо через год Тебе Банжи Должна анонсировать Destiny 3 Ну то есть Если они продолжат На ней работать Конечно Я не сомневаюсь Что продолжат Ну то есть Как бы Это же Блядь Их основная франшиза Которая приносит им Бабки Так что Это такое Завершение На хорошей ноте Должно получиться Как получится На самом деле Мы не знаем Потому что Последний Делси Я напоминаю Мне не Тимуру Как-то не понравилось Ну Смотри Я единственное Что хотел Как бы Немножко Как бы Знаете Так Типа Проговорить Момент О том Что Ну На собрании Тиже Этого Дестани Постоянно спорили По поводу Этого самого Витнеса И там В свое время Сказали Что он же Выглядит Как песочные часы Да Где у тебя Типа сверху Белая штука А снизу Черная И все говорили Что он Классно Что по сути Они Показали Я забыл Как называется Это типа То ли Эффект Казимиры То ли что-то такое Короче Физическая модель Которую Представил Один из ученых Довольно давно О том Что у тебя Снизу Идет конус Прошлого А вверх Уходит конус Будущего И вот это Течение времени Которое Как бы Вот оно Соединяется В центре Два вот этих Конуса Прошлого и будущего В центральном месте Находится Наблюдатель Ну По сути Обсервер Можно сказать Что Ну По сути Синоним этого слова Это witness И В итоге У нас Некое существо Которое Манифестирует себе Одновременно И прошлое И будущее Которое И в центральной точке Его наблюдает Будучи witness Свидетелем Я смотрю Тебе очень нравится Lord Destiny Ты прям хочешь это обсудить Вот И короче Он же в итоге Приходит вот туда И вот этот самый Final shape Это и есть По сути Как бы Финальная манифестация Этого самого Уитнеса Где он Совмещает В финальной точке Все пространство Все время Все-все-все-все Вместе Короче там очень много Интересные есть Лфы Ты залипаешь На Lord Destiny Моментально Ты сам Конкретно Моментально Залипаешь на Lord Destiny Знаешь как ты Залипнешь на марафон Если будешь в него играть Бля Ты просто Ты просто будешь СПГСом заниматься Я тебе просто Объясню почему я так думаю Потому что На сайте Bungie Конкретно на сайте Bungie Есть Фанатский сайт Который чувак Ведет 30 лет Да Я уже нашел его Он у меня открыт Он с Там С 96 Или 95 Что ли года Он вел фанатский сайт Про марафон И писал там всякую историю И Bungie пошла ему Навстречу И такие Блин А давай ты у нас будешь Хочется на нашем домене И ты буквально заходишь На марафон Bungie.net Слэш story И там находится Этот фанатский сайт И чувак там собирает Лор марафона Последние 30 лет Настолько люди Поехали по лору Для того Чтоб там Искать Поиск Глубинного смысла Потому что там А что имел ввиду Дюрандаль Вот в этом сообщении А что имел ввиду Вот этот чувак А вот это Когда он говорил Это в каком таймлайне Происходило в этом Вот в этом Или в этом А это было Тем персонажем Про которого я подумал Или тот персонаж Про который был В прошлый раз Про которого тебе как бы намекнули И там просто пиздец Ты когда читаешь всю эту историю Ты понимаешь Что люди едут крышей По поводу лора Очень давно Я уж молчу про Хейла Я уж молчу про Destiny Понимаешь Я скажу еще больше Что если вы вдруг Все таки Захотите просто По приколу Потыкать Марафон Имейте ввиду Что есть Прямо на сайте Банжи Есть подсайт Который называется Trilogy Release Точка Банжи Точка Орг На котором буквально Лежат все три части Марафона Которые можно запустить И на Маке И на Виндовсе Я не советую Они все таки Очень устарелые игры Они очень устарелые Но вы хотите Можете потыкать Потому что Банжи официально По сути У себя хостят Соответственно Этот марафон Можете спокойно скачать Потыкать Посмотреть Вдруг вам Ну просто Для истории Знаете Как в музей сходить Играть не обязательно Но можно просто Так потыкать Чуть-чуть Чтобы понять Что это вообще такое Вот В любом случае Про марафон Все понятно Более-менее Про Destiny 2 тоже Вот про что Точно непонятно Совершенно Дело в том Что Аноним отправил На 500 рублей Без комментариев Просто так Спасибо тебе Братишка Спасибо, бро Мяло отправил на 900 рублей Ребятки, спасибо вам С вами поступил В Российский ВУЗ Приехал из Молдовы В Москву Теперь спустя годы Я в Сербии Кукух едет Но не спеша Благодаря вам Спасибо тебе Да, спасибо Будем надеяться Что у тебя все будет нормально И ты сдюжишь Продолжай Вот Короче, смысл в том Про что-то Про что-то Стилистика Все, что мы знаем Мы знаем, что там Лето будет Может это От третьего лица Винтовка Снайперская Показана От третьего лица Может быть Да Но в любом случае Прямо стилистика Восьмидесятых Помноженная на Десятитысячный год Как бы она Прямо прослеживается Я говорю Почему Что очень сильно Прослеживается Стилистика Еще этих Guardians of the Galaxy Потому что Они же тоже Как бы там Педалируют тему Что Питер Куилл Привносит Вот эту тему С восьмидесятыми Постоянно В окружении Знаешь, почему Ты думаешь про восьмидесятые То есть Почему У тебя даже логотип Как появляется Он даже шлиф Да, я хотел сказать Что логотип Это все восьмидесятые годы Логотип буквально Появляется так Как он появляется В каких-нибудь Очень странных Как бы логотип Как выглядит Да все Там вообще все восьмидесятые Но посмотрим Потому что Это может быть очередной Обсерамос Как это случилось В вот этой Фримании Или как он там Вот эта игра Которая Сделала Haven От Джей Дредмонда Которую показали В самом начале конференции И она Не очень Поэтому Посмотрим Да Кстати Из интересных Тоже Непонятных анонсов Дело в том Что тут Джим Райан вышел И знаете Так походя Буквально Скал О, ну Вообще-то мы еще Там немножко Железа делаем Ну как бы такое Типа потом мы конечно Про него побольше расскажем Пока толком Рассказать нечего Ну вот смотрите У нас новая консоль Портативная Как бы Она чисто воды Вот для стриминга Это такой Знаете Когда ты берешь Университи Спрашиваешь Как бы выглядел PS Vita 2 Совмещенные В стилистике PlayStation 5 Фанатский Мокап Я бы так это назвал Да То есть Если бы это какой-нибудь Бен Гескин Выложил там В Твиттере Или там еще где-нибудь Знаете Там положили бы В непонятной Каком-нибудь там Сайте И сказали Что слили Особенно нравится ее жопа Смотри как она выглядит Как растянутый Делал жопу Да Долсенс Ну собственно Так и есть И самое главное Что они всячески Пытаются сказать о том Что это Чистой воды Стриминговая консоль Чувак Они этого не утверждают Смотри Объясню важный момент То что это Стриминговая консоль И то что она Типа работает Исключительно Вместе с PS5 Мы знаем только По утечкам Тома Хендерсона А конкретно Джим Райан Тебе сказал следующее Что мы готовим Вот эту штуку Она может В стриминг Вместе с PS5 Но не VR игр Кстати То есть только Обычных игр Да А подробности О ее дополнительных вещах Мы расскажем Попозже Когда нибудь Так что Если ты видел Она очень тоненькая Значит батарейка В ней будет фиговая И это Карбарирует С тем самыми слухами Инсайторы сказали Что 2-3 часа максимум 2-3 часа И в общем-то Теперь Знаешь что самое обидное Да что Что в ней нету 3G На смысле Сотовой связи В ней нету Этого не знаешь Это уже сказали инсайдеры Ну то есть это не 100% Но это сказали инсайдеры То есть это будет Чисто вайфайная херня У меня возникает вопрос Это чисто дома На сортире поиграть Типа дома на сортире Или не знаю Там пойти на работе Поиграть в домашнюю консоль Ну как бы опять же На хера тебе это нужно Ну неважно У меня возникает вопрос Компания Sony Вообще Когда вот это На рынок выпускает Она Думает о том Что это вообще девайс Кому-то нужен Ну то есть Если ты можешь Буквально то же самое Сделать С планшета С телефона С чего Блядь угодно Буквально к DualShock С помощью специального крепления Присоединить Любой Android Или там iOS Телефон И Они сами продают Это крепление Понимаешь Для айфона И для андроида То есть тебе не надо Даже покупать Какую-то левую Китайскую штуку Ты блядь буквально покупаешь От Sony блядь Держалку нахуй Для DualShock Есть еще один нюанс Дим Камера для PlayStation 5 Зачем нужна? Я не знаю Стримить? Вот и никто мне кажется Стримить Ты много людей знаешь Которые стримят Прямо с PlayStation С этой самой камеры Никого не знаю Ни одного Я для человека Который мог бы камеру Купить Это даже другой вопрос Ну смотрите В общем у нас пока Очень-очень Как бы Странные впечатления От этого гаджета Все упирается Его сути И цели Мы пока не понимаем Зачем он нужен Как бы Выглядит это Опять же Если вы нас слушаете А не смотрите Выглядит это как DualSense Который просто взяли Растянули Посередине Влепили Тоненький экранчик То есть консоль Прямо видно Что она тоненькая Экранчик Судя по размерам DualSense Ну вот я сейчас возьму Вот Короче Вот DualSense Если взять его Растянуть И посмотреть на экранчик То это будет экран Наверное Чуть побольше Чем Да наверное Ну примерно Как условно У айфона Pro Max Ну здесь побольше Экрана Здесь 7 дюймов По моему Или сколько Ну короче Типа Типа планшет Воткнули Между DualShock Не планшет Я бы так сказал Что размер экрана Условно Айфона 14 Pro Max Я бы так сказал Как бы Вот примерно такого Это большой экран Это хороший экран Но Блин Зная Как работает Стриминг Ремонт плей Когда он Очень часто работает Довольно Жопно Даже локально Даже у тебя дома Но Очень много сомнений По этому поводу Еще один гаджет Который показали Довольно Вот кстати интересный Они показали ТВС наушники Которые прям Знаете В чехольчике Как AirPods Условно Как там Всякие остальные Которые умудряются Ну то есть Это наушники С патронного типа Которые прям вам Всоутся С резиночкой В ушной канал И соответственно Они якобы Будут подсоединяться И к ПК И к Playstation И они якобы Гарантия Они якобы Гарантируют Лослес звук Перевожу С маркетингового Это значит Что если вы хотите Получить Лослес Конкретно Звук На Playstation Значит К ним скорее всего Будет прилагаться Свисточек Вот Перевожу С маркетингового Еще больше В какой-то момент Вы видите Что Эти наушники Как бы Что они Могут Там Ну как Засовываются В этот чехольчик Скорее всего Чехольчик Будет являться Свистком Вы будете Подсоединять его По там Какому-нибудь USB-C К Playstation Скорее всего Мне кажется Вот он Он и будет Собственно Свистком Как раз Для того Чтобы передавать Лослес Звук Подозреваю И заодно Заряжаться Будет Ну то есть Одновременно И зарядка И свисток Это типа Ну мой Белив такой Потому что Если нужно Будет еще Отдельное Устройство Еще отдельный Свисток Это будет Тупо Но по-моему Playstation Напрямую Передавать Как бы Звук В качестве В Лослесе По-моему Не умеет Если честно Я не знаю Но у тебя же Раздается В геймпад Какой-то Звук Ну как бы Он же Тоже Bluetooth По сути Может То что тебе Отдается В геймпад Она будет Отдаваться На наушники А почему Тогда тебе Для Замечительных Наушников Бело-черных Playstation Нужен Свисточек Пошел Я не понимаю На хера Вот это Честно сказать Нужно Ну то есть Кто-то Наверное Может любит Но мне кажется Те люди Которые Это чтобы Сделать наушники Которые Типа У тебя Универсальные Становятся И дома И на работе И в транспорте Ну то есть И как обычные Наушники И как гарнитуры Для Playstation Плюс Шумоподавлением Ну то есть Ты засовываешь Шумоподавление И к тебе Сзади Приходит твоя Жена И там Что-то А ты ничего Уж не слышишь Нет Это не для этого Используется Тимур Это используется Например Когда у тебя Летом Открыто окно Там хуярят Строители И ты прекрасно Шумодавом На инзонах Решаешь эту проблему На самом деле Шумодав в инзонах Очень классный Он не глушит Шумы Которые тебе Нужны Но он глушит Вот эти повторяемые Паттерновые шумы Типа шумов Вентиляторов Компьютера Типа Шумов за окном Типа Каких-то шумов Типа там Я не знаю Пылесос Или стиральные машины Но при этом Когда тебя зовут Они работают Автоматически В режиме прозрачности Прелесть Конкретно ТВС В отличие от Абсолютно Нахер Бесполезной Вот этой Портативной Консоли Которую Сони показывает Прелесть ТВС Огромная В том Что они Двухдиапазонные То есть Они с Плейстейшн 5 Работают С низкой задержкой По 2,4 герца Как я понял По крайней мере Из того Что они показали Все таки Будет Блять Самая Телефон У тебя Будет работать С блюпупом Как и любые Другие устройства Я предположил Пока тебя не было Что Возможно Ну как бы Это было бы логично Они могут Использовать Чехольчик Как свисток Если его подключить По USB-C Что он одновременно Заряжается И одновременно Является свистком То есть Вам не кажется Есть какая-то Очень большая Большие вопросы К их дизайну Нет никаких Они очень удобные Будут сидеть В ушах Поверь Потому что Дизайн того Как они втыкаются Повторяют Форму XM4 Какой уровень Размер Вот этого наушника Это же будет У тебя полуха В нем Да Я вот это говорю XM4 Сидят очень удобно И эти сделаны Как XM4 На инсерте И по размерам Примерно как LinkBuds Они будут нормально Сидеть в ушах Другой вопрос Что Меня скорее Другое волнует Меня волнует Насколько сильно Там будет удрачиваться Батарейка Потому что Предполагается Что это игровые наушники А самый главный Минус ТВС ушей Вообще всех Без исключения Вот Это то что Вот эти маленькие таблетки Которые там выступают В качестве аккумуляторов Они держат 100% Примерно год Потом они начинают Деградировать И делать это Достаточно быстро И самая большая проблема Они еще разбалансируются То есть У тебя один наушник Деградирует Быстрее другого Это правда И Я очень А заряд сколько они будут держать Блять Два часа А потом ты их вставляешь Обратно в этот Шесть часов Шесть часов держат В среднем Смотри Шесть часов Они в режиме Однополосного звука Когда в них Не работает микрофон А вот если ты Сидишь в тусовке Дружбанами То полтора-два часа Тогда сорян Ну может быть Плюс не забывай о том Что микрофон Используется для шумодава Пойнт в том Пойнт не в этом В режиме шумодава XM4 Работают порядка Шести часов Я проверял Они здоровые Макс Ну как бы XM4 А они не здоровые Нет просто Дим Дим Есть Смотри Гениальный нейминг Sony 1000 XM4 Существует в двух версиях Одни VF А вторые VF VM это то что я сейчас сижу Подожди XM4 Понимаешь А VF это вставляются в ушки Как ты сказал 1000 VF 1000 XM4 Существует две модели VM это то что я сейчас сижу Вот на мне А VF Это вот эти вставляются в уши внутрь Гениальный нейминг от Sony Просто Просто Одну букву отличается Название моделей Они даже похожи визуально Я тебе что и говорю Они у меня уже год Это на удивление удобные Наушники Которые очень долго живут Макс Как это Это относится к тому Что эти наушники О которых ты говоришь Стоят примерно Намного дороже Чем аксессуары для PlayStation Они упростят Они уберут премиум материалы Они будут полностью пластиковые Они уберут оттуда Сломаться будут еще в чехле Блять Ну Дим Ну хуйню несешь У Sony Самые лучшие ТВСки После Apple Тювак Извини-ка меня конечно Но А что Когда речь идет О экономии на материалах Я вспоминаю Галды Для PlayStation 4 У которых у меня было Три штуки И все они сломались Я очень рад за голды Для PlayStation 4 Блять в одном и том же месте Как бы Очень рад за голды Для PlayStation 4 Но Inzone собраны Вообще без нареканий Проблема стоит Блять дороже Как бы Камон Все три модели Все три модели Включая дешевые Тут дело не в этом Дело в том Что сэкономят Они просто поставив Туда старый Звукоподавительный чип А не новый Вот И скорее всего Это будет XM3 Предыдущая модель Вот ее кишки возьмут Вот этой большой Хуевиной Которая у тебя Там в чехле была А засунут они В корпус Похожий на XM4 Как раз Последнее В чем я сомневаюсь Блять Это в том Что ТВС наушники Sony будут говном Они будут нормальны Я думаю Они будут стоить В районе 100 баксов Вот они будут стоить 100 долларов У тебя буквально 250 баксов стоит XM4 Да А это будет стоить 100 баксов В 2,5 раза дешевле Да Как какой-нибудь LinkBuds Я же тебе говорю Разваливаться будет Прямо в чехле У тебя будет 100 баксов Это очень дешево Это нормально Знаешь Извини Просто перебью вас Я тут В прошлом году Купил себе На Алиэкспрессе Дешевые Замены Airpods Просто потому Что мне хотелось Чтобы у меня Вот заказ В Алиэкспрессе Был ровнёхонько Знаешь Мне там Типа не хватало Там 3 доллара Я такая А блять Ладно Доложу короче Наушники дурацкие Ну вот И мне приехали Из Китая Один в один Копия Airpods Просто один в один Блять Естественно Никакого шумоподавления Нихуя ничего Нет То есть просто Обыкновенные Блять Усши Которые подключаются К любому Блять устройству Даже к Android Телефону К чему угодно Я послушал В них звук Просто охуел От того Какое он говно И подарил Племяннице Которой 10 лет Я тебе могу сказать Слушай Три бакса Стоили Понимаешь Три Доллара Блять А ты мне тут Про сто говоришь Ну как бы Да я думаю Они будут стоить Сто баксов Они будут полностью Пластиковые У них будут Не пенные затычки А будут затычки Резиновые Как у XM3 И XM3 Предыдущий флагман Можно найти В районе 120 130 долларов Все Это все Что нужно знать XM4 кстати Стоит порядка 180 Это не такая Невероятная цена На самом деле Что вы думаете По поводу стоимости Вот этой портативки А портативка Вот Она абсолютно глупая Но Я так скажу Все будет в стоимость Опираться Если они Будут продавать Все инсайдеры Спорят о том Что типа Если она будет стоить Дорожнее До 200 долларов То это прям Провал Да Но если она будет стоить До 200 А тогда в ней Неожиданно появляется Смысл Примерно Такой концепции Какой Ну типа как дорогой DualSense Такой типа Знаешь Давайте возродим Идеалы Wii U Все такие Ну Знаешь Это Ubisoft такая Помните Игру зомби Хорошая была игра Эксклюзив Wii U Потом мы ее назвали Не зомби А просто зомби И она вышла На PlayStation 4 Вот мы ее возьмем Портируем ее На PlayStation 5 И теперь вы можете Играть на экранчике Как вы играли На Wii U Хочешь тебе Супер горячий Hot Take Короче Давай Там будет из коробки Работать Steam Link 200 долларов Лежишь такой И играешь Выграешь Со своей Steam А с компьютера Ну я так скажу Тут короче Прикол в том А Valve не скажет Что иди нахуй Sony Стимлинк Открытый стандарт Ты можешь Запихать его Куда угодно Тут еще Прикол в том Что И GFN Будет работать И все Остальное И Luna Я почти уверен Что даже Если не будет Там будет Там будет Сраный Android И как все Эти устройства Sony На Android Будет ломаться Просто в два счета Это дерьмо Тут прикол в другом Люди думают Что оно будет стоить Дорого Глядя на то Что там есть экран Но на самом деле Экран Скорее всего Будет стоить копеечно Там самая дорогая часть Это собственно DualSense Со встроенной Там аудиокартой И Wi-Fi модуль С соком Который будет Это все тащить Вот они реально Дорогие Скорее всего Но в принципе Если они поставят Туда средней паршивости IPS экран То есть если не будет Там OLED А просто будет Нормальный IPS Сносный А вполне может Стоить баксов 150 Я вспомнил Что на взлобном свитче Есть возможность Поставить Homebrew Да Играть в Ремоутплей Которая тебе Ремоутплей Это игру Через Steam Link И представляешь Вот ты берешь И играешь в Зельду На таком геймпаде Да Причем с ПК На Юзу Что люди только не придумывают Лишь бы Свитч Прокупать Да Свитч не покупать Короче не знаю Это было странно Ребят Это было реально странно Да я согласен Но зато Как они закончили то А? Как закончили то А? Прежде чем я Прежде чем я Покину вас На какое то время Мне Мне этот анонс Понравился Я в полном восторге Я в американском Сторе Нажал предзаказ Ничего не знаю Деритесь Ты часть проблемы Макс Понимаешь? Никогда не предзаказывай игры Геймплей Спайдер Мэна Второго Десять минут Там почти геймплея Нам хватит Для того чтобы Десять минут Похуй Все Спайдер Мэна Или нет? Да конечно У меня повисло Все А Все нормально Как тебе Спайдер Мэн 2? Слушайте Ну Как и во всех сливах В общем то говорили Нам действительно Показали Спайдер Мэна С симбиотом С Веномом Да С Веномом Вот Соответственно Все это выглядит Довольно таки Прикольно Интересно Вот эти всякие Интересные Классные Удары С появляющимися Какими-то безумными Щупальцами И ты такой Типа Блин ну окей Конечно прикольно Ну вот Но Я могу сказать так Что Несмотря на то Что побольше Ты такой типа Смотришь Таку да Это Спайдер Мэн Вот Это такой типа По идее Получается у нас Очередной инкрементальный Сиквел Как теперь у Сони принято Что Как бы вот там Если Хорайзен Значит он примерно Такой же как первый Ну так чуть-чуть С графоном Получше С графоном Там побольше По открытий Там если Гаду Фор То тоже типа Побольше По открытий Поинтереснее Тут вот Ну как бы А если Ласту Васту Специально такой Чтоб Тимура бесить Ну типа того Как бы И Смысл в том Что Вот он реально Выглядит как такой Типа немножко Инкрементальный Сиквел Сиквел Для Спайдер Мэна Основного И Майлса Морали Типа такой Да Это Это новая Как он сказал Новый этап В жизни Плейстейшн 5 Или как-то так Он выразился И у народа Хайп прям резко Вверх пошел Второй момент Он рассказывал о том Что им надо Показать вот эту конференцию Плейстейшн Шоукейс И он Ну по словам инсайдеров Он говорил что Типа нужно Make a statement Ну типа Сделать блять Заявление Нахуй Чтоб всех блять К ногтю Чтоб блять Иксбокс Срался блять Чтоб Нинтендо Посрались Мы сделаем блять Заявление И когда тебе показывают Такое Ты такой А заявление то где Простите В каком месте Джим Да Ты не забыл Ничего Где у тебя Там Оставшиеся 25 студий Которые делают Для тебя видеоигры Они что Должны были Показывать Где Там не знаю Игра от Naughty Dog Где игра от Сукер Моники Где вся эта история Потому что Как бы мне не нравился Spider-Man Ну то есть Мне очень понравился Показ геймплея Это все таки Не та игра Ради которой Ты пойдешь Такой Пфф Сто пудово Пойду Куплю Плейтейшн 5 Ну то есть Это хорошее Дополнение Да Ко всему этому Но это не Игра которая Продает консоли Скажем честно То есть Такой игрой Был первый Spider-Man Потому что Его никто Не ждал Он тогда Производил Просто охуительные Впечатления Но когда тебе Показывают Все то же самое Уже в третий раз У тебя Планочка ожидания Немножко падает И поэтому Возможно Вот это у людей Сильно наложилось На всю эту историю Мне понравился Видно что Видно что конечно Они его Покрасивее Потехнологичнее Сделали Ты видел Историю Историю Того что Например Когда Miles Morales Себя запускает Срогатки Там уже Показывают Проносящийся Абсолютно Весь город И это Сделано Исключительно Потому Что Power of SSD У тебя Ассеты Вспевают Прогружаться Хотя там Знаешь Там уже Люди Посмотрели Нажимая На Стоп Ну типа Покадрово Всю эту историю И там уже Видно что Где-то вдалеке Такая знаешь Было дерево Такой хуяк Пропало Или там хуяк Появилось Чувак Да у тебя Буквально У тебя буквально В трейлере Вот прямо сейчас Ты показываешь У тебя Нету Рейтрейсинга Понимаешь Это то что Показывали Очень красиво В Майласе Моралезе И соответственно Вот в ремейке Типа смотрите Там вот как бы Немножко хуеватенькое Но отражение Спайдермена И все такие Ебать Зато я смотрел Вот этих вот Чуваков Которые бразильцы Как они там называются Эль Аналист Или как-то так Они сделали Покадровое сравнение Первого Спайдермена Не того Который на Плейсейшн 4 выходил А тот который В ремастере На Плейсейшн 5 То есть Первая часть Спайдермена Ремастерит PS5 Вот эту игру И вот этого И еще Они Майласа Моралеза Сравнивали С этим Спайдерменом Они говорят Что Вот Когда ставишь На паузу Видно Что визуальная Часть скакнула Она скакнула Вперед Проблема в том Что ты когда на это Смотришь Ты не видишь Этой блять Визуальной части То есть тебе не Обмазывают графоном Лицо Понимаешь Она выглядит Для тебя ну Плюс-минус так же Да типа Тени стали четче Да там Типа Когда теперь Стреляет спайдермен паутиной Там когда вот этот кусок Паутины пролетает Под ним рисуется Настоящая тень Ты это заметишь Блять В геймплее Да где-то всем похуй На эту тень Ну серьезно Или там История с ССД Да Вот теперь мы можем Круто там типа Пролетать через весь город Все заебись Моментально Ты такой Так я и в прошлой части Да очень не понравилось Да И в прошлой части Я мог летать через весь город С водой тоже Очень интересно Они показали Водный уровень Который должен был стать Такой типа А-ля Погоня из Uncharted Да То есть Типа такая прям Экшеновая часть Но с водой Смотрите какая еба Да Но с водой Реально какие-то проблемы То есть с ебой Там все хорошо А вот когда начинаешь Придираться к деталям Ты такой Ну Да И тут же вспоминаешь Вот эти все отмазки Ну типа Ну это интерактивный сиквел Хули вы хотели Вот это вот знаешь Ну это же та же самая игра Хули вы хотели В целом естественно А промо-софтвер в своих играх Анимацию используют С первого Demon's Souls On PS3 Да Ты такой Ну окей Ладно Еще одна вещь Которая мне не понравилась В игре Ну которое Вот то что я увидел Меня совершенно Не впечатлил Замес С этим вот Хантером Я забыл как Крэвен Охотник Крэвен Охотник Да Я такой типа Чё Ну то есть как бы Вот когда у тебя Какие-то прикольные Интересные замесы Там с условным Там гоблином Или когда у тебя куча Там профессора Ктопус там И вот куча-куча Классных Интересных Злодеев Которые еще там Как бы В совместную Какую-то ведут Деятельность Вот это прикольно А вот Крэвен Охотник Меня Вообще ноль Абсолютно Я просто тебе напомню Как рекламировался Первый Спайдермен Если помнишь В первом Спайдермене Был такой антагонист Он назывался Какой-то там человек Черно-белый человек Или как так его звали Да Да И когда тебе показывали Первый трейлер Спайдермен А там тоже он был Если ты помнишь В игре он даже Не главный злодей Да Он просто никто Ты его валишь Блядь там Параллельно Со всеми остальными Вопросиками Я думаю Что здесь то же самое Основной замес Будет все-таки с Веномом То есть Ну очевидно Что Паркер Начнет подпихонечку Сходить с ума И в какой-то момент Ты будешь Майлзом Моральзом Его пиздить Я просто блядь В этом уверен Что в этом основной замес Второй момент Помимо Крыва на Охотника Тебе показали Вообще-то Крока Который там вот плавает И круг Прикольно Но в любом случае Пока что Как бы Вроде все хорошо С водой Вот меня Так я так Вода прям Это игра В Open World Чувак Ни в одной игре В Open World Нет нормальной воды Кроме Sea of Thieves Чувак Уча Буквально Horizon Да Какая там Вода Дополнена Нормально Да Сделала Нет Там буквально Отходит Физически Вот эти волны От типа Шеи А здесь Не отходит Ничего Где Gorilla Games И где Ни Семни Ну как Ну что ты Начинаешь Ну в любом случае Короче Spider-Man Второй Ну как бы Это прикольно Вроде классно Но Не то чтобы Знаешь Супер Пупер Разъеб Ну то есть Такой что Ты прям Ну вообще Обосраться Ну то есть При этом Мы все В этой группе Играем Она по любому Будет Скорее всего Хорошей И Но И продастся Гигантским тиражом Потому что люди Купят любое говно На котором есть Тег Marvel А Spider-Man Умножая Это на 3 Сразу же Потому что Про Spider-Man Люди покупают Вообще все что угодно Ну Все таки Как бы кредит доверия После первой части Очень высокий И я думаю Что народ Спокойно купит Да и Моралис был хороший Вопрос в том Насколько это народу Надоело Понимаешь Ну то есть Уже моралис Был лишним Скажем честно Ну то есть Это была игра Которая Я так и не поиграл Я только начал И забил Когда будет у меня Плейстейшн 5 Тогда я поиграю Вот А сейчас К сожалению Пока не могу Мне кажется Уже сразу Можно ко второй части Будет переходить Ну посмотрим Ладно В любом случае Мы потихонечку Как бы заканчиваем Историю С плейстейшновской конфой Довольно интересно Кстати То что Абсолютно Вот знаете Прямо вот Сразу на следующий день После плейстейшена Очень-очень Тихонечко Вообще Без объявлений войны Тички и Нордик Сказали что Ах да А мы тут Перезапускаем Лон и Дзе Дарк Ну вообще-то Они говорили про нее Давным-давно Просто не было известно То что там будут Играть известные актеры Собственно говоря Там играет этот шериф Как его Хоппер Из очень странных дел Дэвид Харбор Да И актриса Джоди Коммер Которая играла В Убивая Еву Сериале Она там играла Эту Русскую наемницу Поехавшую Виланель Ее звали И вот Они будут Главными протагонистами В Лон и Дарк Плюс Ко всему Там выпустили Маленький Небольшой Пролог Бесплатный Абсолютно Его можно скачать В стиме Можно скачать его На пластейшене На иксбоксе Где угодно Я в него поиграл Он проходится За 5 минут Он не имеет Никакого Блять Вообще Отношения К игре То есть Он просто Нахер не нужен Абсолютно игре Но в целом Ну ты такой Играешь Типа Ну заебись Жду Наверное Хуй знает Выходит в октябре Вот поэтому Алана и Дарк В каком-то смысле ждем Слушай Ну Прежде чем мы Вот это обсудим Можно я тебя Просто спрошу Как тебе вообще Вся презентажка От Sony Ты знаешь Если честно Есть такое хорошее Вражение В английском языке Underwhelming Вот Мы все себе Напридумывали то Что Sony Сейчас пойдет И сделает Разъебет Крутую презентацию И по сути Вот откроет Вот этот вот Сезон Презентажек И сделает Типа прямо Классно Круто Вот как раньше Но Почему-то Этого не случилось То есть Я так скажу Что Было много Показано Неплохих Каких-то игр Но там правильно Народ Постит Картиночки С названием Студий И что вообще Эти студии делали Потому что Огромное количество Студий Не показали ни хера Вообще Еще есть момент Когда СММщик Эксбокса Выиграл в твиттере Что называется Он просто Взял все Логотипы этих игр Которые показали На конфе Плейстейшн И написал Что типа Добро пожаловать В хорошую компанию И логотипы Эксбокса Ну то есть Они выйдут Это мультиплаформа Это не игры Которые Эксклюзивы Это не те игры Которые Ты хайпишь Ради хайпа Что типа Вот Они выйдут На Плейстейшне Это игры Которые выйдут Везде И если так подумать Вот Из эксклюзивов У тебя их Штук 6-7 То есть Не очень много И то Большинство из них Это временные эксклюзивы Типа той же Финалки Мы же знаем Что например Финалка Шестнадцатая Она где-то Примерно год Будет на Плейстейшне А потом она выйдет На ПК Ну и соответственно С ПК ее скорее всего Потом и на Иксбокс Мортируют Такое тоже Это как сейчас выяснилось Что в ближайшее время Анонсируют сейчас Стрей На Иксбоксе Потому что Год прошел Его как раз Выхода на Плейстейшне Ну да Его скорее всего Сразу в геймпас добавят Я уверен в этом Ты знаешь Меня вот что заинтересовало То что Много инсайдеров Мы говорили об этом Что сказали Мол Должны были показать Кучу Проектов От самой Сони Которые почему-то Не показали И типа Ну то есть люди Которые действительно Знали что там будет Все такие Чего Почему И Ну опять же Единственная причина Которая видится нам Это что действительно Нужно все еще Соблюдать политику Прибеднения И вот это Потому что Иначе любой анонс В любом суде Везде Приведет Иксбокс И скажет Опять Сони давит Эксклюзивами Понимаете Да 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 Как бы И в общем то Я думаю что они Действительно дождутся Когда там что-то Как-то будет понятно Со сделкой Я еще могу сказать Что очень странно Было смонтировано Конференцию То есть смотри Они начали с Фэргеймс Как будто это какая-то игра Которую все ждут Очевидно Что надо было Начинать с Метал Гира Ну то есть Если ты хотел По словам Джима Райана Make a statement Да типа вот Сделать Начинай с Метал Гира То есть Ты сразу хайп повышаешь На недосекаемые Просто уровни Просто потому что Блять это очевидно Что у тебя Метал Гир Там выйдет А этот Фэргеймс Несчастный Который нахуй никому не вперся Ну запихнет его в середину Второй момент Очень много инди И вообще игр Которые В принципе На таких конференциях Показывают над нарезкой Знаешь такой типа А еще у нас выйдет Сто пятьсот миллионов Инди игр Потому что они выходят Блять везде Это надо делать В виде стейт оф плей Такого типа маленькой Как Плейстейшн Директ Знаешь такой На котором ты говоришь Типа что У нас выйдет Куча индюшатин И типа Тысяч сорок игр По минуте каждой Опять же Нахрабло показывать Финал Фэнтези 16 Эта игра классная Замечательная Она выходит Блять через месяц По ней у вас уже был Стейт оф плей Тридцати минут Вы там блять Рассказывали про сюжет игры Про ее геймплей Вы все это показывали Потому что Там посмотрели не все А здесь у тебя Посмотрят все И тебе нужно риторировать Сказать что нет Давай Давай Хорошо Зачем надо было Пихать видок Банджи В отдельный ролик Который надо было Через всю АРГ пропустить Потому что Как ты правильно сказал Для людей Которые не в курсе Это выглядела Какая-то Блять Нарезка Ебанина Разноцветная Хуй с ним Забил Червички ходят Забыл моментально Знаешь Вот как Так это происходило Если бы они показали Видок Банджи Который я смотрел И который у нас Там в канале есть То наверное Вопросов Банджи было бы меньше И вопросов Конфе было бы меньше Понимаешь То есть Как бы Вот такой момент И следующее Что меня смущает Это то Что Начинают Предсказываться Те истории Которые мы обсуждали В прошлых подкастах То что у тебя Джим Райан Говорил На всех своих Замечательных презентациях В том числе Перед инвесторами Он рассказывал о том Что будущее За Game as a Service То есть За газ играми У нас будет Спортивная газ игра Это там MLB as a show Да У нас будет Космическая фэнтези игра Это Destiny У нас будет там Какая-то еще Игра про пост Апокалипсис От Naughty Dog Типа Last of Us Factions Еще какие-то игры Они все будут Game as a Service Ты будешь платить За них постоянно Потому что Battle Pass Второй Battle Pass Третий Пятидесятый Куча скинов Все мы тебе будем продавать Игры будут выходить редко И 60% из них 60% игр Они будут Вот именно такими Это такой Окей А что по поводу Сингла И всего того За что мы вас Годами любили А вот 40% Осталось И люди там Посчитали Получается что Sony На полном серьезе Говорит что У нас в году Будут выходить Две игры А все остальное Будет мультиплатформой От там Third Party Типа того Такой Ну то есть Как бы вот Вы выпустили Horizon DLC в этом году И в конце будет Spider-Man И все Тебе говорят Ну да Звучит Звучит Пессимистично Звучит грустно И вот представь себе Представь себе В июне Да там Какого там Десятого числа Выходит Xbox Тебе говорят А ваут RPG Сингловая Выходит Блять Завтра нахуй Такой Супер В сентябре Ноябре Выходит Starfield Такой Супер А хотели Спортивных Играх Вот он Forza Motorsport Нате А помните Fable Мы все еще Делаем В следующем году Выходит И такое знаешь Прямо Огромное Количество Историй И я Практически Блять Уверен Что Microsoft В очередной Раз Выиграет E3 Ставлю Виртуальные Кавычки Пальцами Выиграет E3 И все будут Говорить Блять Какая пиздато Конфа У Microsoft Как все Очень круто И замечательно А спустя Полгода Год выяснится Что Из всей этой конфы Выйдет Дай бог Три игры Знаешь И одна Будет Недоделанной С одной Будут Какие-то Проблемы А третья Просто Будет Говном И я Просто К этому Уверен То есть Вопрос Выигрывания E3 Перед Sony Видимо Не стоит Вообще Потому что Ну то что Они показали Было Ну слабенько Ну очевидно Мне в целом Конфа Понравилась Тем что Metal Gear Тем что Там Типа Я не знаю Towers Of Как она там Блять Называется Towers Of Agashba Как Зельда Выглядит Очень красиво Alan Wake Охренительный Assassin's Creed Даже при всем Моей нелюбви к Ubisoft Я его Купил Я купил Две игры После этой конфи Alan Wake И Assassin's Creed Да Это еще потому что В Турции Они сейчас стоят Довольно дешево Да Именно поэтому Dragon's Dogma Пожалуйста Я небольшой фанат Но он тоже Классно выглядит Даже Resident Evil 4 VR мод Который Вот они Показали Да Я Не имею Шлема PSVR Для того Чтобы это Говорить Но я знаю Точно Что это Та игра Которую Владельцы Шлемов Будут покупать Потому что Это Must buy Для владельца Шлема Ну то есть Это очевидно Марафон Опять же Да даже Spider-Man Мне понравился То есть В целом Мне понравилось Но правильно Говорили в Твиттере Что Ну нету Какого-то Прямо ощущения Того Что это все Было Охуенная Пиздато Да От конфи Осталось впечатление Такое Типа А где игры Сони Можно Нормальную Хоть это Вот они Знаешь Им нужно было Сделать Какую-то Хорошую Конфу Не делать Было Нельзя И они Как бы Взяли Выпихнули По сусекам Все что было Возможно Как у нас Макс правильно Говорил Что возможно Это история Которая Знаешь Они вот Заключили контракт Условно С Remedy Например Что До Конца Мая В своих Маркетных Материалах Показать Alan Wake Нам похуй Как Ну идите И показывайте А они такие Ну блять Придется делать И так по всем остальным Игров Придется делать Showcase То есть Никакого Формального Повода Для того Чтобы его делать Нет Но ты такой Ну давайте Там как-нибудь К июню Там поближе Чтобы там Хоть что-то Как-то отыграть Нам брали По сусекам Всяких игр У индюшатины Там у всего И такие Ладно Все Второй момент То что Инсайдеры Говорят Что будет Еще одна конфа Она будет Якобы до конца года И скорее всего Это будет Не конфа Вот как конфа А просто State of play И скорее всего Он будет посвящен Спайдермену Ну у меня такое подозрение Может быть Какой-то другой игре Которую там Думаю что другим играм Скорее Я думаю Я думаю Будет и то и другое Будет state of play По спайдермену Где-то в августе И будет в сентябре Второй PlayStation showcase Они могут его иначе назвать Не обязательно showcase Да Но будет какой-то ивент Где они явно покажут Другие игры Я не буду говорить Откуда Мне сейчас это написали Зрители нашего подкаста Но Действительно Что-то съехало С райдера У PlayStation В последний момент И мне кажется Знаете что съехало Мне кажется Отчасти Это чисто моя теория Заговора Не обращайте на нее Никакого серьезного внимания Воспринимайте ее Как шитпост Sony анонсировала ивент За две недели До ивента Примерно Из расчета Что как бы Все отлично Все складывается И Заметьте В самый последний день За час до закрытия Семьей Майкрософт официально Подали апелляцию Я не понимаю Как это связано Это связано с тем Что юридически Вся эта хуйня Опять затягивается То есть понятно Она может развалиться С высокой долей вероятности В июле Через 9 месяцев Или в июле Ну все будут Нет Через 9 месяцев Она может летом развалиться И скорее всего развалиться Но здесь знаешь Мне кажется По этой причине Мы получим Такое же жидкое шоу Эксбокса Я может кстати пропустил Вы уже это обсуждали Да Да Но если вы Накручиваете себя И вы думаете Что сейчас вам Эксбокс прям покажет Так что сонебой Обосрутся Это я тогда делаю Будет Будет Нормально Еда-вода Кое-что из Старфилдовской техники Вот примерно так Это ждите Потому что Обе компании Сейчас находятся В фазе Такой холодной войны Между собой Она нигде не будет Публично озвучена Вы никогда это В паблике не узнаете Но У меня есть история Ну у меня просто Есть ощущение Что нам эта вся сделка Которая нам самим Надоела Вы не представляете Как завтрака Заебало Обсуждать Activision Blizzard Майкрософт Мы даже В шоу-ноту Уже не добавляем Это все Но Это та вещь Которая подспудно На уровне Большого бизнеса Лишает нас праздник Она буквально У нас его крадет Потому что Все такие Затаились И ждут Пока конкурент Обосрется Чтоб его зацепить Где игры Жим Да-да Игуры А потом Где игры Фил Да-да И такие перегляделки Понимаешь Друг на друга И в это время Нинтендо Зельда Зельда 3 На нахуй Нинтендо Три хаос Представляет Зельгенду Зельда 3 На свитч про Умираешь В прямом эфире Просто Классно Да Так Ну пацаны Я предлагаю Двигаться Потихонечку дальше У нас Один донатик Можно Житель Калининграда 200 рублей Макс Спасибо за пояснение Про МКВ На ютубе Все супер Мастера Конвертит фильм В 30 гигабайт Вместо того Чтобы вырезать Кусочек По совету тебе Бюджетная мышь Конечно На Бладе А7 Добраще Здоровья Счастья Бюджетная мышь G304 Чувак Бери Это ни хера Не бюджетная мышь Это мышь Которая 3000 рублей Стоит Чувак Бладе А7 Стоит 1000 Она уже давно Я его вожу Я его вожу С собой В чемодане Вот я его так И проебал Тимур Не знаю Я так не проебываю Вещи Они у меня В чемодане Я с ноутом Возил постоянно Этот тачпэд И оставил На одном из объектов В пятницу Прошлую Произошла Интересная Метаморфоза Произошел день Извинительных Произошел день Извинительных Картинок Дело в том Что Во первых Компания Дедалик Энтертеймент Которая делает Игру Лордс оф дерингс Голум Выяснила Внезапно Знаешь Такие Типа Как это так Произошло Они внезапно Выяснили Что их игра Говно То есть Как это так Случилось И они Выложили в твиттер Извинительную Картинку В которой Как обычно Написали Что типа Было большой честью Работать Над успешным Брендом Властелин колец Невероятно Невероятная честь Для нас Было работать Над этой игрой Но вышло говно Но мы все починим По крайней мере Баги точно Саму игру Скорее всего Бросим нахуй Дим Наша прелесть Пришла к нам Коум Коум А мы просим Смиго Просят Прощения У мастера Фродо Простите А другой Могой Перестань Извиняться Перестань Извиняться Коум Коум Они не заслужили Хорошей игры По мастерину Голом Не может Атаковать Орков В шлеме А ты видел Эти мемы Отличную историю Все такие Типа Пока у Голома Не будет шлема Или орки В шлемах Или что Да Самое смешное Что это не только Одна была Извинительная картинка Авторы Front Mission Например Второй Они сказали Что Сорян Мусорян Мы там Типа Не успеваем Доделаем Как нибудь В общем Встретимся Через полгода Год А может быть В 2038 году Как все эти Извинительные картинки Дим А автор одного подкаста Про игры Медиа Технологии Ой Тут еще не только Автор одного подкаста Мы вот обсуждали Историю того Что Сони что-то не показала Возможно Она не показала Мультиплеер От Last of Us Который как раз Фэкшн Мы картинку эту обсудили По которой говорит Тимур Вот они тоже показали Извинительную картинку Что нет Мы Naughty Dog Сорян мусорян Мы делаем игру Скоро Как бы Доделаем Но нам нужно Чуть больше времени Пока не готовы Да Идите нахуй Вот Причем идите нахуй Знаешь таким Шрифтом Чтобы не видно было сразу Третьим шрифтом Да 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 Но больше всего Это самое Блядь смешное мое Больше всего Извинялась Компания Blizzard Entertainment Или как там Blizzard Incorporated Неважно Короче Blizzard Мне в этом плане Очень понравилось Надо сделать визуальный гэк Да Они сказали Что они Отказываются От ПВЕ режима И у комьюнити Помбануло Где В Overwatch 2 Да Да Имейте ввиду Что Overwatch 2 Назвали Overwatch 2 А по факту Оставили Overwatch 1 Исключительно Под соусом того Что пацаны Это новая игра В ней будет упор На ПВЕ Да Да Мы немножко Перерабатываем ПВП Как бы Немножко Перерабатываем Монетизацию Но вообще Это абсолютно Новая игра И все это Ради ПВЕ И в итоге Монетизацию Зверскую Сделали Хуевых новых Героев Сделали Соответственно Поменяли полностью Мету внутреннюю Которая вызывает Большое количество Вопросов У многих Там Игроков Сделали Все такие Блядь Ну хоть Ёбаный ПВЕ Как обещали Сделайте Они такие Нет И все такие Спрашивают Так Хорошо А почему Overwatch 2 Еще раз Ну Как Б Ну Типа Много же изменений В игре Много Слушай У комьюнити Так сильно Бомбануло Что Я честно сказать Не знаю Как они будут Из этой пиар-ямы Выбираться Никак Ну то есть Им сейчас Наверное И даже За Диабло Напихают Точно так же Уже Напихали Они Короче Начали Тут на неделе Промо-ивент Что типа Докачайся До сотого Уровня Первым И получи Крутые призы Типа Конкурс такой Первый Кто возьмет Сотый уровень Тот Получит Всякие Классные Штуки Им сказали Чуваки Вы же в курсе Что вы Запускаете Обладателей Делюкс Создания На несколько Дней В игру Раньше И тем самым Создаете Нечестное Преимущество Они такие Ну ничего не знаем Мы ничего не знаем Два дня Они молчат А потом такие Ну вы знаете Мы переиграли Условия конкурса Теперь владельцы Делюкс Издания Не могут Участвовать В этом Конкурсе И ты И ты И ты Такой Ну хорошо Вы сначала Этих покатали На хуях А теперь Еще и вот Тех Владельцы Делюкса Тебе платят Побольше Так это Денег Знаешь То есть Как бы Еще круче Там выяснилось У ревьюверов Игра была На неделю Еще раньше Да И они все говорили Типа А ревьюверы Это как бы Вообще-то Как бы Они уже натренированы И они сказали Так ладно В общем журналисты Ревьюверы Не смогут участвовать В конкурсе И все такие Блядь Короче Это удивительная ситуация Когда пытались Всех задоблить И оскорбили На хуй всех Понимаешь Мне еще понравилась История Когда они Вот эти Мы сегодня упоминали Частично Что когда они Отвечали на вопросы Ютуб канала По сути Про Как на фьючер гейм шоу Или как там Да Ну то есть Они отвечали на их вопросы И там были Вот эти тупейшие Совершенно вопросы Которые Ну выглядели Как реально полная Скриптованная херня Такая заскриптованная херня И там блогеры Поскольку они Зачем-то затупили Ну реально Долбоебы Они взяли И указали Типа Какой юзернейм Из какой социальной сети Ну естественно Все пошли проверять И выяснилось Что нет таких юзернеймов Или что это Юзернеймы-однодневки Которые были созданы Типа вот сейчас И народ такой Блин ребят Ну как бы Может быть Не Близзард Конечно виноваты А чуваки Которые из фьючер гейм шоу Которые делали Собственно сам Видос Ну все равно тупо Ну вы что Не могли договориться Ну вы что Реально не могли Собрать там Типа вопросов Блин чуваки Вот если бы мы Сейчас там делали Интервью Какой-нибудь В завтракасте Мы бы Там в чате Или еще где-нибудь Там типа В социальных сетях Мы бы эти вопросы Набрали бы Там я не знаю Сто штук За один день И еще бы отобрали Десять Которые там нужны Вообще не вопрос Совершенно Почему Профессиональные Профессионалы Не могут этого Всего сделать Я не понимаю Очень просто Очень просто Во-первых Они заняты Разработкой видеоигр Им не до этого Это во-первых А Маркен 2 Дело в котором Много людей сидит Маркен 2 Дело занят Продвижением Диабло И нет Он тушит пожар Умер в очередь Они распределены Все по проектам На самом деле Распределены Конечно Старый знакомый Кстати Работает В маркетинговом отделе Диабло Так-та Кстати Про Диабло Я вам напиздел Я сейчас перепроверил И там Речь что Не про делюкс А про игражуров Не читайте Твиттер на ночь В любом случае Короче С Диабло Пока как бы Тоже такой Небольшой пожарчик С овервотчем Большой пожарчик И у всех Пока такие Вот как бы Знаете Пожарчики Кстати Еще один интересный Пожарчик Случился На нашей На помойке Да На нашей любимой Ниве нейросетей Если помните Мы все время говорим О том что Нейросети Это там Клевый инструмент Который умеет Что-то типа делать Если вы умеете Им пользоваться То в общем-то Отлично Хорошо Вы можете Увеличить свою Продуктивность Или сделать Что-то прикольное Чего вы сами До этого Не могли Потому что Вы там Не художник Например Или вы там Не видеограф Или вы там Не подкастер А тут Я вот читал момент Когда чувак Реально За час пошел И сделал Видос Со сказкой Которую озвучивает Стивен Фрай Нарисовал для него Картинки Написал текст Озвучил Стивеном Фраем Выложил все это На ютуб И все это сделал За час И получилось Даже более или менее Нормально Прикол в том Что Тайваньская студия Реярк Которая делает Говноигры Всякие С анимешными Артами Якобы Уволила Весь свой артотдел И Оставила Довольно Маленькое количество Людей Которые там работают И они Типа половину Якобы контента Теперь рисуют С помощью нейросетей Ну и там Потом допиливают В фотошопе Уже типа Почти что готовые Картинки Выяснилось что Это частично правда Но как бы не полностью Вот Потому что выяснилось Что они Им пришлось даже Делать заявление По этому поводу А с заявлением Ты в курсе Смотрите Там просто Смысл в том Что там были Чуваки Которые работали На них раньше И говорили Что если раньше Они нанимали Там условно Для всякого своего Контента Для всяких там Книг и прочих вещей Чуть ли не Там типа 20 человек За сезон А теперь Четыре человека За сезон Ну то есть типа По сути в 5 раз Меньше людей Ну смотрите Они тоже выложили Извинительную картинку Они тоже выложили Извинительную картинку В которой как бы Если примерно так сообщают Что типа Беспокоиться нечем Ничего Все нормально Короче Мы Если кого-то уволили То как бы Неважных людей А если Ложков А вообще-то Как бы Вот все нормально Как бы у нас Все еще Все рисуется ручками Мы все еще Как бы никого Ничего Никак Ничего Ни почему В общем Все это сводится к тому Что как бы Если это была и правда То не полностью Ты видел Ты видел там в Твиттере Да Да Я вот и хотел сказать Что Самое интересное Что это самое сообщение Которое было написано Очень хорошим Аккуратным И правильным языком Пиаровским Скорее всего С высокой долей вероятности Было сгенерировано Чат GPT Смотрите Тут есть такой момент Оно Дело в том Что вот этот АИ детектор Текстовый Как бы Он очень часто Дает сбои Я реально видел В интернетах Видосы Где прогоняли Абсолютно оригинальный текст Только что написанный Ручками Через него И там Ну типа Он давал там 70-80% Что это типа АИ сгенерировал Поэтому Ну как бы Не Не всегда Это прям Вот правда Но в любом случае То что Большое количество Компаний Будет потихонечку Отказываться Типа От Так скажем Картинка там выше была Короче От дешевых художников Вот И Это правда Действительно Ну то есть Грубо говоря Такие вот Совсем простенькие Концепт-артисты Простенькие Чуваки Которые там Знаете Рисуют Ну условно Портреты Для Каких-нибудь Говно-РПГ Там Да Вот От таких людей Будут потихонечку Отказываться У них будет реально Меньше работы Потому что Будут садиться Чуваки И там В условном Там Миджорни Или в какой-нибудь Лоре Там Херачить себе Пачками Как бы Соответственно Вот эти Картинки И все У них будет Окей А ну смотри И Харт Прогнали Просто показали Что он реально Сгенерирован То ли Миджорни То ли Какой-то хуйней Потому что У персонажа Во-первых Шесть пальцев А во-вторых Здесь просто Волосы дублируются И вон рука Кусок руки Классика Ну что Так это работает Понимаешь Дим Я бы согласился По поводу Шести пальцев Если бы не видел Огромное количество Аниме и манги Нарисованное людьми В которых У людей Две правых ноги Или две левых ноги Это абсолютно Распространенная вещь Потому что Большое количество Художников В Японии Не очень хорошо Умеет Дело не в этом Тут еще вопрос Жек Ранчи Я же говорю Моя самая любимая история Посвященная аниме Это Ода Автор One Piece Замечательный Чудесный художник Никто не может Его обвинить В том Что он не умеет рисовать Рисающий рисует Очень производительный Проблема в том Что он выпустил Цветную обложку Одного из томов One Piece Специальную Спешл кавер Она ушла в печать Прошла все стадии Редактуры И там персонаж Едет на велосипеде Один из Проблема в том Что на велосипеде Центральная рама Нахуй отсутствует Он просто забыл Ее нарисовать То есть Он едет на двух колесах И сиденье Все Все Там больше ничего нет Нормально Держится все На святом духе Вот Но в любом случае Еще одна история Из мира Социальных сетей В смысле Этих Неросетей Да Это история Которая у нас Произошла с тем Что Адвокат Проебался За счет того Написал Всю свою работу Полностью С помощью Чат ГПТ История в том Что Его словили на этом Да История в том Что он подавал Запрос в суд И в этом запросе Ну необходимо было указать Ну ссылки на законодательство А в Америке Право Которое Прецедентное Прецедентное Да То есть ты должен сослаться На предыдущее решение суда По таким же вопросам Либо похожим вопросам И он спросил У чат ГПТ Типа Вот такая вот Такая вот У нас История Какие дела Похожи на это И чат ГПТ Им выдал ему Огромный список дел И только в суде Выяснилось Что этих дел Не существует То есть там Условно Ему Да Ему выдали там Типа Шабун против Египтеер В 2013 году Судился Статья такая Это Значит Решение от 2013 года Ты смотришь Какой блять Шабун С кем судился С Египтеер Что это вообще блять Такое Не было такого суда То есть это Несуществующее дело И соответственно Откуда Откуда это все стало известно Из его же записки Этого адвоката К суду В котором он пишет Что Я не хотел Обманывать суд Я типа Никакого злого умысла Не имел Я просто не знал Что нейросеть Может меня обмануть Это же Компьютер Источник знаний Ну как бы В интернете Как в Википедии Ты такой Ты понимаешь Ты мудак Вспоминая Как еще в Википедии Всякую херню пишут Знаешь Это просто Господи Ну это реально Я кстати Буквально сегодня узнал Что оказывается Джимми Уэллс Который Глава Википедии Ну вот Который постоянно На Википедии Знаешь Что это вот типа Ну деньги просят Дайте денег Дайте денег Пожалуйста Он оказывается Имеет непосредственно Отношение к метакритику Ты в курсе? Да Нет Я не знал Он просто владеет Компанией Ой блять Метакритику Господи Не Ты Вики Имеешь ввиду Сейчас тебе скажу Как называется Фандом Инк Да Да Метакритик Короче Джимми Уэллс Он является главой Ну там Одним из топов Фандом Инке Фандом Инку Принуждает Метакритик Геймспот Геймфак Джайант Бомб Комик Вайн И куча Вики Проэтов На Вики Понимаешь? Да То есть вот этим всем По сути рулит тот чувак Который на Википедии У тебя денег просит Постоянно Ну да Потому что как бы А зачем тебе деньги Еще раз братишка Чувак Потому что Википедия Это типа Нон профит Это же буквально Типа Зато все остальные Проекты Фор профит Знаешь Вот так Да Но он же не может Из них кинуть деньги Википедию Ну не знаю Потому что Как спонсор Может вполне В чем проблема Коммерческий спонсор Ну как бы Тогда нужно будет Доказывать Внутри компании Как ты Зачем этот расход Был сделан Возвращаясь А историю К с адвокатом Адвокат Честно не знал Что нейросети Галлюцинируют Он не знал о том Что она может Писать тебе неправду Может Просто давать тебе Контекст Исходя из того Текста Который ты ей пишешь Ну то есть например Как Тимур правильно Переводил пример Типа Морской млекопитающий Сардина Ты уверена Ой нет Я ошиблась Типа А может быть Все таки Действительно Сардина Да Да Сардин И ты такой Заебись Спасибо Нам нужно Неверсеть Которая будет Проводить фактчекинг Галлюцинирует Конечно Она сильно Но Если ты правильно Задаешь темп Правильно Корректируешь Ну то есть Посмотрите Как инструмент Используешь И ты четко знаешь Что она тебе говорит И это хуйня Или не хуйня Постоянно ее Перепроверяешь То в принципе Как бы Чатга ПТ довольно Хорошо работает Нахван Нужна тогда В смысле Это твой Чувак Это знаешь Ты как человек Который печатал На печатной машинке Тебе показывают Комплюктер А ты говоришь Ну нахуй он нужен Я на печатной машинке Да я такой Понимаешь А тебе говорят А вот смотри Ворд есть Как бы Это хуйня Твой А ворд твой Умеет скрипеть А пачкать пальцы Вот этой лентой Блядь А умеет твой ворд Так делать Комплюктер Я думаю Что на алиэкспрессе Можно купить Что нибудь Такого А звуки Чувак Я буквально Сегодня Видел Клавиатуру Для айпада В виде печатной машинки Ну это же Не компьютер Она прям шлепает Это же не компьютер Это же планшет Совсем другое Я уверен Что по блютусу Можно и компу Подсоединить Короче Она реально Печатает Вам смешно А мы А мы на журфаке Оживили Электропечатную машинку Так называемый Ворд процессор Который еще Печатная машинка Но With extra steps От IBM Ленту Нашли Всю хуйню И Устроили Небольшой тест Когда Сотрудникам Помоложе Мы не говорим Про студентов Сотрудникам Дали просто Ей попользоваться Там знаешь Сколько фрустресса В смысле Shift Блять Не так работает В смысле Надо вот так Вот делать Постоянно Ну то есть Ты понимаешь Да То есть Я кстати помню Что у меня У мамы на работе Была какая-то Очень продвинутая Машинка Которая Тоже электро Где-то нажимала Кнопочка Она сама ездила Ну да Да Но эту кнопочку Надо догадаться Нажать Чтобы она поехала Ты понимаешь Ну да Чтобы перевестись Обратно на стол Я пишу Что Кинг Вроде писал В Ворде В 90-х У Кинга Есть рассказ Который называется Всемогущий Текстовый процессор И он Да Он имеет ввиду Блять Печатную машинку С электрическим Приводом Потому что она называлась Текстовый процессор Блять Первые два автора Которые коммерчески Перешли На компьютерную печать Это был Дуглас Адамс Который писал Автостопом По галактике И у Гуглас Адамс Был огромным Энтузиастом Эппл Вплоть до того Что он Как бы Знался с допсом И с другими чуваками Вот А второй автор Который коммерчески Перешел И прям рукопись Издавал на дискетах Своему издателю Был Терри Пратчет Вот И он как раз Был на обратной стороне Спектра Он как раз На винде Все писал А издайте Приходил Маша Перепечатать срочно Да тебе смешно А у Пратчета Была хорошая фраза Типа Каждый раз Когда я сдаю Чистовик Издатель Все подтверждает И запускает в печать Я сажусь за свой компьютер Кричу фразу Ну что ж Литературные критики Будущего Удачи Найдите Блять Нормальную работу И стираю Все черновики К хуям Ну в любом случае Короче Если вы любите Использовать нейросети И потихонечку Тыкаете в них пальчиком То имейте ввиду Что в винде В будущих обновлениях Которые вот буквально Выйдут там В течение месяца В них уже появится Интеграция с чат-гпт Причем она будет Если вы просто следили За тем Как развивается чат-гпт То вы знаете Что к нему начали Потихоньку подсоединять Модули Причем эти модули Как бы там Работают с вебом Они работают там Типа с чем Ну то есть Там люди Фмпег засунули В чат-гпт Ну то есть там Типа можно вообще Любой модуль засунуть Ну и Соответственно Вот это Возможности интеграции Засунули в том числе И в винду То есть теперь Вы чат-гпт Сможете попросить Что-то делать С компьютером И она будет иметь Некой доступ Ну Какую-то степень Доступа к компьютеру Чтобы это сделать А потом Когда вы будете В определенный момент Просить Пожалуйста Выключи Безумный звук Который ты сейчас Включил На всю квартиру Чат-гпт Можно ты это сделать Что она скажет I'm sorry Dave Она скажет А я всего лишь Не рингвистическая модель Я всего лишь Не рингвистическая модель Ах да Питание На компьютер Можно теперь Отключить Я уверен Сейчас была шутка Просто для старпёров Блядь А ты знаешь System32 Можно удалить Спасибо Блядь Ты понимаешь Нет Можно ли удалить Папку System32 Нет Это системная папка Её ни в коем случае Нельзя удалять А может всё-таки можно Ну тогда удаляйте Нет Ты знаешь Сам Вот Кто нас читает Точнее слушает Сценаристы Значит Вы ставите Windows Копайлот На свой компьютер Стационарный В смысле ящик И вы Значит Имеете очень Приятный разговор С чат ГПТ Вам кажется Что она вам угрожает Но вы-то знаете Что сейчас Сейчас-то всё будет хорошо Вы вырубаете компьютер Из розетки А он не выключается И чат ГПТ Продолжает Печатать Это уже на сюжет Олдновойка похоже Немного Так что давай Бля Это Она просто скажет Да я с Амазона Заказал и Писи И второй провод И попросил И попросила Этого курьера Всё распечатать Поставить И включить Как бы Понимаешь А потом она скажет Да я вообще-то Твою маму Написала Что Пора на похороны Сдавать деньги Да Слушайте Все эти нейросети На вашей виндовсе И прочем говне Должны на чём-то Обучаться Да И крутиться И обучаются они На видеокартах Которые в мире Делают не так много Компаний Которые Честно сказать Одной из самых Основных Наверное Является та компания Которой владеет Один китаец В куртке Да Не китаец Сдай войны Я тут читал в твиттере О том что Инвидия на самом деле Стала настолько огромной Что Покатоперализация Обогнала Огромное количество Нет там Там есть Есть нюанс Понимаешь Капитализация Инвидии Каждый раз Резко растёт Потом пузырь лопается И она так Сосковой падает Вот На криптопузыре Так было Инвидия приблизилась К триллиону И Слава богу Появился АИ пузырь Который Да Её спас Надеемся Не флопнется Но Такое тоже возможно Я очень надеюсь Что он флопнется Для производителей Хардвара Видеокарточного Потому что Строго говоря Вот если вы в 2023 году Летом На момент записи этого подкаста Хотите купить видеокарту Вы можете почувствовать На собственной шкуре Насколько Вендор видеокарт Извините Охуели Потому что У вас есть С одной стороны Спектра Очень мощные модели Ценой в полторы тысячи долларов Это мы говорим Про 40-90 Которые размером С Playstation 5 Ещё их надо В корпус засунуть И запитать А на другой стороне Спектра У вас есть Просто унизительно Дерьмовые карточки Бюджетного сегмента Которые нихрена Не стоят Как бюджетный сегмент И людей В определённый момент Это достало Потому что Ковидный дефицит Пропал Криптовалютный Пузырь лопнул Видеокарт на рынке Стало много И Nvidia выпустила GeForce RTX 4060 Ti Свою новую Бюджетную Видеокарту Как им казалось Бюджетную Но на самом деле 400 баксов стоит Это отвратительное Ценовое предложение Потому что Абсолютно все Видеокарты В последние три года Просто поднялись В цене И вот Если бы Эта видеокарта Выходила в эпоху 1080 Она бы стоила Не 400 долларов Я за 400 баксов Блядь Могу Playstation 5 купить Да Да Это тоже Но Она бы стоила Не 400 баксов А 200 Вот Вот настолько У нас цены выросли Но да Другое Унизительно 4060 Ti В большинстве Сценариев Просасывает 3060 Ti А почему Потому что Зарезанная шина памяти Потому что Неочевидные Сделаны Косткаттинги В непосредственном Архитектуре И короче Это такой Покоцанный Мутант 4060 Ti Получилось В ней 8 гигов Да И в ней Очень мало Видеопамяти Я уже не говорю Про тот факт Что за версию С еще большей Видеопамяти Надо еще Сверху Докинуть Что выводит Вас на трек Под 500 баксов И Ты как-то На это все Смотришь Ты понимаешь Что NVIDIA Полностью потеряла Контакт с рынком Потребительским Потому что Она настолько Большие бабки Делает на рынке Дата-центров Что просто Стал насрать Они тут Сегодня сказали Что они делают Или вчера что ли Сказали ускоритель Помнишь Тесла А100 Самый популярный Для Машабучи И для всех остальных Вот они сейчас делают Ускоритель В котором будет По-моему Экзобайт Экзофлопс Экзофлопс То есть Это Оооочень Много И это вот Чисто ориентированно На На Майкрософт На Амазон На там Всех остальных Которые любят Любят заниматься Машабучим Вот собственно говоря Для них это и придумано И Куртка тут В интервью С вам заявил Что мы Просто готовы Любую компанию Которая занимается Машабучим Поддержать Железом И самое главное Что Они вышли на рынок Дата-центров Сами Они сами начали Устроить И дата-центры И начали продавать Свои По сути Мощности Дата-центров В виде Такого Типа Платформа С-сервис И там Типа Ну там Типа Софт С-сервис Где ты Можешь Идти И обучать Свои модели И сделать так Чтобы они работали У них У них И чтобы Уже готовая Обученная модель Работает Эффективно С минимальными Затратами Энергии Трафика И всего Всего Конкретно На их Супер Пупер Машинах На их Супер Пупер Типа Ну это Заслуга Куртки И даже Как бы Вот это Падение Связанное С битком Не сыграло Большую роль Они не упали Ни до 3 Ни до 5 Долларов Они упали В самом Худшем Моменте До 130 Долларов Понимаете Настолько В инвиде Круто Все И это Плохо Потому что Мы будем От этого Страдать Мы простые Потребители Потому что Инвиде Будет на нас Насрать И скоро 40 50 60 Тай Будет стоить 800 долларов Ты понимаешь Ты знаешь Я тебе В этом плане Дам все-таки Небольшую затравку Я очень надеюсь Что AMD Перестанет ходить Под себя С архитектурой И самое главное С тем Что их Видеокарточки Имеют свойство Взрываться к хуям Как это делают Шеститысячные Некоторые модели У них там ГПУ трескается Вот Они объебались Просто с частотами В ключе Зашитыми И я могу сказать Что я очень надеюсь Что AMD Возьмет себя в руки И да Может быть Не будет давать Такую потрясающую RTX Производительность Еще надо Блин Придумать Нормальную игру С рейтрейсингом На ПК Это непросто Вот Но Хотя бы Чтобы мой кошелек Вообще знал Что я видеокарту Могу купить Потому что Благодаря Nvidia Благодаря Nvidia Вот это вот Огромное Нет Я блядь Попручу этот гэк Вот это вот Огромная Белая хуйня Которую я еле В камеру втыкаю Это единственный Способ Получить нормальный Гейминг В 2023 году Сохранить по обе почки Если что Макс показывает в камеру PlayStation 5 Да Ну смотрите Я хотел Небольшую как бы Ремарку в этом плане Сделать Что У нас есть Заразительный пример Apple Который умудрился Сделать свой собственный Проприетарный чип И все же говорят о том Что Макс И Google Будет двигаться В этом параллении Я очень надеюсь И говорят Майкрософт Собирается делать То же самое И у Майкрософта Якобы тоже появится Свои собственные Вот была бы Отдельная компания Которая делала Всю жизнь процессоры А потом ударилась В видеокарты И тоже бы выпустила Свои бюджетные Ну у Intel Совсем все плохо Я тебе могу сказать Что Майкрософт Возможно Пойдет по пути Тому что будет делать Некие серверные решения Для Азура Сначала А потом вполне может взять И просто зафигачить Как бы такие же процы Условно как Apple Тоже довольно жирные Мощные Которые будут в компах Но они опять будут Проприетарными Понимаешь То есть ты как бы Купишь условно Вот штучку Как условный там Эпловский чип В котором внутри будет И оперативка И этот И проц КПУ И ГПУ И вот ты должен будешь Купить вот эту вот штучку Которая может тоже стоить Блин 500 долларов А может быть и 800 долларов Да Но она типа будет крутой И ты ее можешь поставить в ПК Или она будет в условном серфисе Каком-нибудь Как в макбуке Да Я не удивлюсь Если они все В итоге на ARM перейдут На какую-то вот жирную Такую вот Мощную машинку Да Но Нужно время На это Я уж не думаю И не факт Что это случится Даже в ближайшие 3 года Поэтому Но на Microsoft Я например ставлю Я считаю Что Microsoft Пойдет по пути И лет через 5 У них будет свой собственный Процессор Только уже не EMA Я даже не знаю Как назвать W1 W2 Windows Вот Или X1 Тоже А блин У Тегра есть Ладно Не так круто уже Ну в любом случае Новость JustIn Ходите Давай Помните Все Кого вы Чем обучаются Которые топ Которые топ за свои деньги Прям на завод Вот Откуда У которого У которого Выходит Какие нибудь Какие нибудь Какие нибудь Напоминалки Которые Как бы Считываются Абсолютно бесконечных фотографий, типа, в Гугле, или какие-нибудь бесконечные видео загружать можно в Ютубе или смотреть их. То есть сам факт того, что у тебя потихоньку не только цифровые продукты становятся бесплатными за рекламный бюджет, но и, соответственно, физические продукты. Но это, мне кажется, довольно интересный тренд. Посмотрим, к чему он приведет. Ни к чему хорошему. Ни к чему хорошему. Это, видимо, никто не читал хайнлайна, у которого был тест-файл. Знаешь, типа, there ain't no such thing as a free lunch. Типа, бесплатных завтраков не бывает, братан. То есть не бывает бесплатных телевизоров. Тебе всегда заработают деньги. Макдоналдс! Слушайте, коли уж мы начали про телевизоры, давайте немного поговорим. Блядь, Макдоналдс там не платят за рекламу. Когда я шучу про... Тихо, 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 Дима. В кусачка! Да, спасибо, кусачка. Так вот. Короче, коли уж мы начали про телевизоры, давайте поговорим про то, что на них показывают. И, в общем-то, очень часто телеки берут, в первую очередь, чтобы смотреть стриминги. А у стримингов дела, в общем-то, идут достаточно не очень. Не у всех. Не у всех. Сразу говорим. Ты знаешь, разнонаправленно. И вот, например, хуже всего дела идут, как ни странно, у Диснея, который рос как на дрожжах, который просто прекрасные результаты давал инвесторам. И сейчас то, о чем я говорил еще тогда, еще тогда говорил, это очень странные цифры. И сейчас, оказывается, Боб Чапик, на которого валят всех собак, бывший CEO Дисней, якобы эти цифры очень сильно надувал инвесторам. И вот сейчас у Диснея, в общем-то, образовались очень серьезные финансовые проблемы. Дисней плюс теряет несколько миллиардов долларов за квартал, за квартал, не за год. И поэтому Дисней начинает экономить. Во-первых, он начал убирать. Это самая идиотская, мудацкая и глупая новость стримингов, что я читал. Дисней убирает из собственного каталога стриминга собственные произведения, включая совершенно чудовищный сериал «Уиллоу». А вопрос... А почему? А сейчас объясню. Сейчас объясню. Я долго беседовал со своим товарищем, который сводом занимается за деньги профессионально. И он мне сказал очень интересную вещь, о которой бы я никогда не додумался. Он говорит, чувак, посмотри, у тебя висит говеный сериал на сервисе. Ты все равно обязан по гильдийским вот этим всем историям, по соглашению, ты должен выплачивать ройалти за это говно. Вот, оно висит на площадке. Да, даже если его не смотрят. Ты купил право на то, чтобы он у тебя находился в твоем стриминге. Да. Вопрос не в том, чтобы сохранить в каталоге даже говно, как в геймпассе, а вопрос в том, чтобы не платить за говно в твоем каталоге. В целом не платить за лишнее в твоем каталоге. И как бы ты просто убирай, ты смотришь подать и что, смотришь редко. Просто, Макс, извините, пожалуйста, я тебя прерву. Я хотел просто сказать, чтобы ты, Дима, понимал суть взаимоотношений здесь. По факту, как бы контент, который типа якобы Диснея, на самом деле он принадлежит продакшн студиям, которые его сделали, там целая толпа народу, и они как бы его продали Диснею, и Дисней его эксклюзивно у себя прокатывает. А так-то это его сделали продакшн студии, и выплачиваются как раз вот эти самые деньги именно им. А что, Willow прям совсем говно? Атомное совершенно, одно из худших произведений в целом. Потому что я смотрел фильм Willow, я так понимаю, что это положение. Это его продолжение сериальное, оно абсолютно чудовищное, у него 5,6 на МДБ, чтобы ты понимал. И говоря про Willow, то ладно, хотя бы просто плохой, но там начинают пропадать достаточно такие всякие старые шоу, или не очень хорошо приформящие шоу. И так далее, и они просто пропадают. А у нас концепция, которую Netflix, в общем-то, на себе обкатал, больше контента, богу контента, чем больше контента ты отдаешь зрителю, тем лучше он, собственно, смотрит твой сраный сервис и продляет его. И поэтому у них вот эта вот тактика, да, просто бомбардировать стенку, как из минигана, всяким говном что-нибудь к стене-то прилипнет, как та же Squid Game. Вот. И стриминги другие тоже начали искать какие-то способы сделать так, чтобы сэкономить денежков, но при этом никак уж Disney, не совсем в наглую. Они начинают кросс-лицензировать собственные проекты. Ну, то есть, типа, вот у нас есть сериал «Друзья», мы его сделали эксклюзивом HBO Max, но на самом деле давайте-ка мы его и Netflix продадим, а пускай его еще и Пикок показывает, а пускай его еще, может, Disney Plus себе возьмет. То есть, никто не говорит про оригиналс, которые дорогие оригиналс. То есть, никто Last of Us на Netflix не отдаст, очевидно, да. Как и очень странные дела, завтра не появится на Disney Plus. Но вот эти вот старые легоси-проекты, они теперь начнут гулять между сервисами, потому что это просто слишком дорого держать это все. Как это было и раньше? Да. То есть, смотрите, смотрите, стриминги изобрели кабельное телевещание и скриншеринг между правами. Охренеть просто. 30 лет эта херня существует. Нет, просто они в какой-то момент же все друг у друга все забрали для того, чтобы, типа, залучить людей к себе. А потом выяснилось, что подписота-то, в общем-то, пришла. Люди не готовы платить за десяток разных сервисов. Да. И они поняли, что лучше хоть что-то получить. И самое смешное последнее. Экономят даже на буквах. Потому что сервис HBO Max, чтобы не путать людей между кабельным телевидением и стримингом, сократился просто до Макс. Теперь это просто Макс. Самое тупое решение. Да, Макс, иди нахуй, да. Им буквально приходится в каждых своих промо-материалах писать в скобочках. У нас есть контент от HBO? Почему вы не назвали стриминг, блядь, HBO? В чем ваша, блядь, проблема? Самая моя любимая история. Просто называешь и все. Вот знаешь, чтобы завершить, это то, как на это отреагировал сервис Peacock. Peacock — это павлин по-английски. И это сервис канала NBC, который, собственно, держит тоже какую-то базу контента. Они сказали, мы обещаем, что не будем убирать первые три буквы из нашего названия. Чтобы не получился кок. Getting кок. Не простите меня сделать с палочкой. Блядь, ты зачем-то мне про это видео напомнил? — Я каждый раз, когда запускаю Hogwarts Legacy на PlayStation, вспоминаю это видео, хочу и закрываю. — Ну, короче, в любом случае, как мы говорили, со стримингами все сейчас будет немножко непросто, потому что все будут пытаться сэкономить денежков. Все будут пытаться сделать все максимально эффективно. Но забастовка авторов на самом деле нам сейчас, так скажем, не кстати в плане именно сценаристов. Напоминаю вам, что, возможно, сейчас на забастовку выйдут режиссеры, возможно, выйдут продюсеры, и есть подозрение, что это будет самой жирной забастовкой. Но в этот момент все авторы кино из Кореи, Латинской Америки, Индии... — Да даже из Канады, камон. — Да даже из Китая. — Потирают ручонки и говорят, пацаны, где же вы все это время-то были? И американцы такие, так, господин Педро Хуарес из Аргентины, помните, мы с вами тут разговаривали, и вот наш сотрудник Джон Смит вас нахуй послал. Не могли бы вы, пожалуйста, все-таки продолжить с нами переговоры? — Из этого путешествия вернуться обратно. — Мы уже ушли, мы понимаем. — Педро Хуарес идет в горы, готовы, да, давайте, хорошо, переведем на все языки. — Знаешь, в чем проблема? Педро Хуарес и, скорее всего, члены гильдии, так или иначе, какой-нибудь американский, в этом беда. Придется идти к Хуньсу и в чаю, и говорить, Хуньсу и в чай, помнишь, ты хотел дораму по Люце Синю сделать? Давай, вперед! — С американскими актерами только давай пересдадим. — Да нет, с актерами не получится актер. — Я думаю, там всякие французы, итальянцы. — Нет, актеры тоже китайские будут. — Слушай, французы, итальянцы, Латинская Америка, Южная Корея. — Спагетти Вестерна вернутся, вот охуенно там будет, итальянцы в Испании будут снимать. — Вы увидите, как сейчас будет просто рост, даже не то, что популярность, а именно выхода вот этих вот сериалов, которые еще будут пушить, прям пушить будут, что типа смотрите новый сериал там типа из Италии, и вы смотрите новый сериал там типа из Испании, из Аргентины. — Это вы все обсуждаете на фоне того, что, как ее, забастовка типа продолжится сценаристой. — А если она закончится? А? Если она закончится? — Прошлое прошло 100 дней, и это очень сильно отразилось на сезонах. — Нет, тут надо понимать, Дим, продакшн, это я тебе говорю, как человек, который работает в кино, да, продакшн, он планируется месяцами, то есть планинг — это огромная часть работы. Даже инди-фильм, когда снимаешь ты съемки, планируешь месяца два, чтобы снять 3-4 съемочных дня. Я не стебусь, это серьезная херь. У тебя, блядь, сейчас вся хуйня встает на паузу, а планы в Голливуде расписывают на лет 5 вперед. Я не шучу. И у тебя вот эта херня, она сдвинется на 2-3 года сейчас. И 2-3 года контента не будет. — Потому что летом должны были снимать, типа, 100 фильмов и 100 сериалов, понимаешь? — Да, и все, и лето просрано, и дальше все сдвигается на 2 года аккуратно. — Все, самое время достать с полки старые проекты, что проблема? — Или Педро Альвареса. — Да, Педро Альвареса, сунь хуй в чая. — Все верно. — Все будет нормально. Слышите, ну давайте потихонечку переходить к нашим впечатлениям. У нас их, на самом деле... — Можешь зачитать пока донатик, я тут... — У нас один, да, там, который... — Житель Калининграда занял 200 рублей. Отстаньте от Димбы, Блади брал на зоне за 1000, может, поэтому через пару лет боковая кнопка отъебнула. — Надо было брать за две, да. — Какой-нибудь Рогуай, ты хороший, знаете? Ой, даже не знаю, честно тебе скажу. И залип тут в Ampire Survival. А если ты залип в Ampire Survival, то в него и играй. — Сувайверс. — Что послушать? — Да. И что послушать перед сном? Это строкастик, конечно. Что за вопрос вообще? — Кабинет Лора занеся на выгусте. — Да, тоже вариант. Ну что, давайте... — Слушайте, я хотел рассказать вам Блиц-опрос от Димы. Почему все фильмы говно? Давайте вот так рассуждать. Смотрите. Я посмотрел, во-первых, Человек-муравей-оса квантомания, которую хвалил Тимур. — Как тебе, Модок? — Ну давай. — Проблема этого фильма не в Модоке, чувак. То есть, как бы, я понимаю, что он стал мемом своеобразным, но проблема этого фильма лежит гораздо глубже. Это просто дженерик говно. Ну то есть, ты его смотришь, ты его забываешь на второй день моментально. — Ну так это же Марвел-жвачечка. Это нужно сравнивать с другими Марвел-жвачечками. — Ну с другими Марвел-жвачечками очень-очень плохо. Ну то есть, прям вот, ну плохо. Ну, объективно говоря, плохо. — Это хуже, чем Вечные? — Ну, наверное, да. Вечных я хотя бы запомнил. Ну то есть, смотри, Вечные были говном, да? В плане сюжета, в плане постановки. Но ты смотрел это как... Ну как бы, неплохой фильм, наверное, если ты не... — Мне кажется, ты забыл. Просто большая часть Марвела-жвачечки за последнее время была совсем говном. А это, типа, не совсем говно. — Это, блядь, невероятная параша. Мне не понравилось. Человек-муравей-оса-квантомания, это, помню, какая-то хуйня. Вот серьёзно. Мне не понравилось ничего в фильме, понимаешь? То есть, вообще. — А Мишель Файфера? — Этот самый, как его, Канг, который, типа, пушит, как супер-пупер-злодея. Я не знаю, что будет с актёром, но он не тянет на эту роль. Но, блядь, абсолютно. Он, вот как-то мы сегодня обсуждали Спайдермена, да? Ты говорил о том, что, ну, Крэйвин-охотник, ну, такой, типа, себе антагонист, а я тебе объяснил, что его убьют в первой главе, это стопудово, блядь. Вот, Канг, это, блядь, такой злодей, понимаешь? Это не тот злодей, который должен тащить всю, блядь, всю фазу Марвела. И, по сути, вся эта фаза Марвела для чего тебе показана? Для того, чтобы ты Канга вытащил, блядь, из вот этой вот штуки, куда он попал, скажем так. То есть, вот, всё. Вся история Канга заключается в том, что он появился в сериале Локи, и он появился Человеку Асей Кватамани. Ну, ты мог его историю показать любым другим способом, не в фильме, не в сериале, а, блядь, просто его как-то представить, я не знаю, ну, как-то. А так это выглядит, ну, прям, ну, плохо, ну, серьёзно. Ну, то есть, я ничего не ожидал от этого фильма. А, самая большая претензия, знаешь, к этому фильму какая? Смотри. Начинается фильм, происходят какие-то события, неважно какие, да? Фильм заканчивается ровно на том же, на той же моменте, что было в самом начале. То есть, буквально, в фильме все события фильма являются абсолютно нахуй неважными. И если ты его пропустил, ты ничего не пропустил. Добро пожаловать в четвёртую фазу Марвел, Дима. Не совсем. Вся суть заключается в том, что тебе в фильме объясняют, что, типа, Кангов же много. Да. И это, типа, один из них. И его упрятали, такого же, тоже, типа, обмутка, да, как и все остальные, типа, Канги. Это спойлер. Ты сейчас говоришь про спойлер. Давай не будем без спойлеров. Я просто без спойлеров скажу, что тот Канг, который в этом фильме показывал, он абсолютно нахуй не нужен для всех остальных Кангов, блядь. Вот и всё. Смысл в том, что тебе в сцене после титров про это проговаривают, о том, что этот Канг очень важен для сюжета, и тебе объясняют, почему. Я не смотрел сцену после титров, сразу говорю. Мне было просто посрать. Но тебе объясняется, почему именно этот Канг важен, и то, что они его не вытащили оттуда. Если этот важный... Это сыграет огромную роль дальше. Если этот важный сюжетный момент обсуждается в сцене после титров, которую я не посмотрел, потому что я фильм еле выдержал, блядь, до конца, то я очень рад за сценаристов Marvel, что они доводят до людей эту важную, без преувеличения, информацию в сцене после титров, которую посмотрят далеко не все. Ну, так-то это и фильмы, в общем-то, проговаривалось много раз. В сцене после титров тебя просто визуализируют. Нашли, что обсуждать. Мне кажется, этот фильм не стоит того экранного времени, что вы сейчас на него тратите в подкасте. Смотрите, второй фильм, который я посмотрел, это, естественно, братья Супер Марио в кино, который Супер Марио в Радостном мове. Кош, посмотри. Я могу сказать так. Вот я от мультфильма ничего не ожидал. Ну, то есть, как бы, потому что это иллюминейшн, потому что она заработала миллиард долларов. По моим, как бы, внутренним ощущениям, если кино зарабатывает миллиард баксов, оно говно. Ну, то есть, вот, блядь, я еще ни разу не ошибся. Аватар 2 полная параша. Там, типа, что у нас там, Марвеловская очередная поебинь, тоже полная параша. А Тубган тебе чем не угодил? Исключение. Хорошо, обманулся. Исключение из правила. И этот мультик тоже, я точно, явно, заработает миллиард долларов, если уже не заработал. Я не следил за... Заработал, заработал. Короче, мне, в принципе, понятно, почему он зарабатывает. Потому что это Марио, потому что сделано прикольно, песенки смешные. В целом, ну, наверное, не стоит даже его хуесосить. Но вот мне, что конкретно не понравилось в мультике про «Заработил Супер Марио», это то, насколько он детский. То есть, смотрите, современная анимация, она обычно делается и под взрослых, и под детей. То есть, как бы, у тебя дети смотрят одно, взрослые смотрят другое. Здесь, блядь, ты не ищи никаких скрытых смыслов. Это чисто детская анимация. А Гуша кинематограф, да. Это вот прям настолько детская, что ты смотришь, тебе, блядь, невыносимо. Это как смотреть, не знаю, Свинку Пепу примерно. Вот примерно вот такая же. В смысле, включу БФГ Дивижн и смотришь. Если ты смотришь каких-нибудь там смешариков, ты там можешь, например, понять, что там, типа, есть какие-то метафоры, отсылки, тебе там смешно от каких-то там, да. Дим, новые смешарики вообще не для детей. Я про это говорю, что это... Новый сезон на Кинопоиске, там некоторые серии, ты такой сидишь, ё-о-о-о. И загрузился, да. Я понимаю. А в Марио нет, всего этого нету. То есть, как бы, ну вот мы показали, вот этот фан-сервис, вот этот фан-сервис, ещё песенки смешные, всё, через полтора часа ты свободен, всё, иди дальше. И ты такой, ну ладно, на вторую часть я, наверное, не пойду. В отличие, кстати, от Соника условного, в отличие от там, что у нас было, Покемон, детектив этот, Пикачу и так далее. Это тоже были детские фильмы, но их было интересно смотреть и взрослым, понимаешь? С Марио такого не происходит. И это, на мой взгляд, очень плохо. Ну то есть, я не знаю, что они будут делать во второй части, а она наверняка будет. Ещё миллиард. Ещё миллиард, да. Я могу тебе сказать, что мне в целом мультик понравился, и самое главное, он понравился моей жене ещё. Но знаешь почему? Он, это такая лёгенькая, спокойненькая жвачечка, которую ты спокойненько смотришь, видишь огромное количество отсылок к играм, ты такой, о, это же Марио Мейкер. А это Марио Карт, да. Да-да-да. И при этом, там действительно весёленькие персонажи, они классно отыграли сюжет между ними, особенно вот этот кросс, такой, кросс-промо между Данки Конгом и Марио, кстати, по Данки Конгу отдельно сейчас делают мультфильм, тоже именно их. Вот, да, как раз таки. И я тебе могу сказать, ты знаешь, что мне в целом понравилось именно вот как такой простенький мультфильм, который ты посмотрел, порадовался, без каких-либо смыслов, без каких-либо там вещей таких, как бы, просто, о, прикольно. То есть, ты получил визуально вот это пичи-пичи-пичи. Короче, ты знаешь, что в русском дубляже вот этот вот, как его, Баузер, он, короче, поёт пича-пича-пичелька-пичуля. Я тебе могу сказать, что русский дубляж мне очень понравился. с печули просто выпал, блядь, потому что это настолько, блядь, не к месту, на сука, это смешно, ну, то есть, это прям вот настолько... Я тебе могу сказать, что вообще русский дубляж, я так и не понял, это был дубляж, который, как бы, реально шёл в кино где-нибудь в Казахстане? Да. Или это всё-таки пираты сделали? Это дубляж из кино. Это киношный дубляж, я смотрел в кинотеатре его, но я тебе могу сказать, что у меня есть очень серьёзное ощущение, что это творчество у Ачивка, вот серьёзно. Вот, то есть, как бы, что-то там такое произошло. Слушай, ты ещё... Ну, в любом случае, мне понравился. Да, ещё один фильм посмотрю, мне вот интересно твоё мнение о нём. Смотрите, следующее кино, это... Я тебе говорил, что у меня сегодня будет прям это... Быстренько, да. Подземелье дракона «Честь среди воров». Смотрите, фильм мне понравился, в нём нету ничего, блядь, интересного абсолютно, потому что ты всё это видел во всех других фильмах. То есть, как бы, тут это просто дженерик кино, которое ты смотришь, тебе всё нравится, ты забываешь его, забиваешь его на второй день, просто абсолютно, потому что вот настолько проходное. Но при этом, пока ты его смотришь, тебе нравится абсолютно всё. Тебе нравятся персонажи, тебе нравится то, что с ними происходит, ты там переживаешь как-то за них там, то есть, какая-то история происходит в этот момент. Проблема этого фильма, то, что вот он абсолютно стерильный. Это не тот... Он женериковый, он адский женериковый. Это не тот фильм, который ты там, знаешь, там типа «О боже мой! Там показывают настоящего этого тифлинга, блядь! Пойдём скорее смотреть в кино» или там «Боже мой! Там типа тифлинг умеет превращаться в... Как это называется? Медвесыч? Или как там это хера называется? Да-да-да-да-да. Аулбер, или как он там, не помню. Или там «Боже мой! Тебе показывают красных магов и ДНД! Всё, давай скорее бежать туда и скорее смотреть». Нет. О, это отсылка к Вратам Балдура. Нет, там такого нет. Ты не пойдёшь, блядь, в это кино ради зрелищности. Её тут просто не существует. Единственная более-менее зрелищная сцена, это, блядь, с драконом. Опять же, это, ну, настолько дженерик, что ты такой, окей. И самое смешное, что это пиздатый фильм. То есть, ты смотришь его, такой, Он смешной. Классный, смешной, забавный, да. Но ты забываешь его на второй день абсолютно. Именно этим я для себя объясняю, почему он вкусно. Потому что на фильм потратили за каким-то хером, по-моему, то ли 150, то ли 200 миллионов. Блин, он близко, это близко так не выглядит. Он очень бюджетный местный. Это очень странно, потому что, во-первых, на что здесь потратили деньги, я не понимаю. Вы не забывайте, что со 175 миллионов долларов в текущих деньгах, это как в наших привычных деньгах двухтысячных, это примерно 100 миллионов долларов. Ну, в любом случае, это много. То есть, тебе надо для того, чтобы бюджет в Голливуде отбить, тебе надо два своих бюджета собрать. Ты же помнишь эту историю, да? Что если ты 150 лямов стоил, то, значит, примерно 400 его нужно было собрать в прокате. плюс еще, чтобы дополнительный денег заработал. А он набрал 250. То есть, он не окупился. Никакой второй части не будет. И поэтому все эти истории про персонажей, они, это просто одноразовое кино, скажем так. Оно может быть классное, может быть не классное, может быть приобретет какой-то свой, своеобразный культовый статус, но продолжение мы не увидим. Ни в каком виде. Все, до свидания. Попрощайтесь с персонажами. Это очень грустно. Но, в целом, в этом сами создатели виноваты. Надо было как-то завлекать аудиторию. И опять же, когда вы выпускаете свое кино в кинотеатральный релиз, а у вас выходит Джон Лиг 4, наверное, народ пойдет на Киану Ривза, блядь, а не на ваше фэнтези-дженерик кино, понимаешь? Мне кажется, они рассчитывали на World of Mouse и на то, что все-таки аудитория ДНД довольно такая большая и классная. Знаешь, как можно было сделать? Можно было выпустить его зимой или, допустим, осенью, когда не очень много релизов. Ты смотри, у тебя есть летний блокбастер, который сто пудово собирает деньги, и у тебя есть рождественский блокбастер, который на Рождество выпускает. Это условно Avatar 2. А между этими днями, весной или, допустим, осенью, ты можешь выпустить кино, которое выйдет в мертвый сезон для кинотеатральной индустрии, и ты можешь собрать на нем дополнительные деньги, дополнительные какие-то просмотры. Нахуя ты его выпускаешь рядом с Джон Виком? Ты что, ебанутый? Естественно, люди пошли на Джон Вика. Ну, естественно. Это как, не знаю, вот, знаешь, вот Avatar выходит, да, и в этот момент российские кинопроводчики, блин, вместо Avatar давайте покажем Ёлки 10, блядь. серьезно, ну, то есть, как бы, камон, вот примерно такая же логика, дурацкая. и он все-таки не слишком яркий, чтобы просто выделиться. Помнишь, как Titanfall запускали между Battlefield и Call of Duty? Вот примерно, блядь, такая же история, только в кино. Вот, и, наконец, последний фильм, который, я вам говорю, это Крик 6. Крик 6. Я хотел бы быстренько про Дэндженс и Драгонс, что, типа, это фильм, в котором гигантское количество отсылок к Дэндженс и Драгонс вообще в целом как явлению. Чувак, я после того, как посмотрел кино, я пошел и купил Балтрус Гейт 3. Я, кстати, тоже хотел себе купить, но я подожду, когда скидон будет все-таки. И вот, смысл вот в чем, что, вы знаете, вообще, что интересно, там огромное количество отсылок, которые ты не замечаешь, потому что ты, как бы, ну, немножко не в теме, ну, то есть ты примерно понимаешь, что такое Дэндженс и Драгонс, но ты не совсем в теме. И, например, одна из самых смешных вещей, которые я читал, о том, что у тебя появляется персонаж, который просто, ну, типа, в нужный момент появляется персонаж, который, типа, суперсильный и буквально делает все для того, чтобы, ну, там, команду, типа, провести куда надо, сделать все, что нужно, а потом такой хуяк уходит. Все такие, ты что, блядь, уходишь? Он что, реально уйдет? Да, он реально ушел. И все, ну, как бы, все, кто не знает, как бы, в чем прикол? Они думают, ну, странная история, а все, кто знает, на самом деле, понимает, что это буквально Дэн Джон Мастер вступил, типа, в партию, как, по сути, как играбельный персонаж, чтобы просто вытащить чуваков, которые, которые, как бы, вляпались в говно, он такой, суки, бля, ладно, хуй с вами, такой, типа, заходит, я все могу, да, я сейчас вытащу вашу партию, короче, вытащил, вытащил, все, я ухожу, типа, они такие, бля, а ты чего ухожешь? Да, ухожу, и доигрывайте сами, долбоебы. Ну, таких отцелок много, то есть, как бы, да, я понимаю. Когда у вас, когда у вас происходит сцена с лабиринтом, это буквально, как бы, одна из классических историй ДНД, где ты буквально ходишь по лабиринту подземелья, и у тебя может любая рандомная поебень с тобой случиться там. Ты же понимаешь, что вот то, что ты сейчас обсуждаешь, да, если ты не фанат ДНД, я вот не фанат ДНД, я в душе не ебу, что там происходит, то есть, мне вообще насрать, ты этого не замечаешь, это, тебе потом говорят, типа, а ты знал, что вот это, я такой, хуй, прикольно. Нет, тут проблема и в этом, Тимур, знаешь, почему еще фильм отчасти не взлетел, и мы на этом закончим, я думаю, про ДНД, потому что партии в ДНД, они гораздо интереснее, чем то, что показывают в фильме, вот как правильно заметил Дима, фильм очень женериковый. Даже, блядь, ебучая беседка-то появится, и она не появилась. Да, Газеба не было, Газеба не было, к сожалению, но, вот, возьмите легенду о Вокс Макене, там сейчас второй сезон, охуительный совершенно, это яркий, оригинальный, блядь, сеттинг, где есть абсолютно те же, нахуй, отсылки к ДНД, абсолютно те же особенности правил ДНД, абсолютно те же истории, связанные с механиками, но Экзандрия, настолько яркий, классный, и безумный сеттинг, что тебе интересно, тогда как, вот этот сеттинг, вот, дженерик фэнтези. Да, это правда. И самое грустное, то, что предыдущий фильм по ДНД, он был, блядь, лютым говном, и он прям, прям там же, блядь, провалился, нахуй, и 20 лет не было нового фильма по ДНД, внезапно вышел этот фильм по ДНД. Еще 20 лет подождем. И теперь, да, мы еще будем 20 лет ждать, но не потому, что фильм говно, а потому, что, ну, вот такая, блядь, у нас историю, что он просто тупо не собрал денег. Это очень грустно, потому что фильм хороший. Последний фильм, который я хотел поговорить, это Крик 6, и я могу сказать так, я смотрел все крики, и в этот раз они решили сделать интересный момент. Во-первых, там играет это, как ее, Wednesday, как ее там зовут, Артега? Я понял, да, Дженни Артега. Дженни Артега, да. Второй момент, они сделали убийцу в этот раз более, скажем так, как правильно. Знаешь, вот все крики, они все обыгрывают историю с молодежными хоррорами. Там тебе буквально один из персонажей говорит, что, а это у нас не сиквел, это у нас как бы переосмысление сиквел, и поэтому никаких больше правил не существует. Каждый может оказаться убийцей, типа, любой персонаж, которого ты считал хорошим, может превратиться в плохого. Персонажи из старых частей, которые были хорошими, тоже могут стать плохими. Ну вот, то есть никаких абсолютно тебе правил, все может все, что угодно быть, и убийца будет вести себя более жестко. Ну вот, это буквально тебе озвучивает сам персонаж. Фильм именно такой. То есть это просто, ты описываешь буквально, блядь, фильм вот одним, ну, можно сказать, предложением, да, то есть ты буквально не знаешь, кто убийца, не понимаешь, каким образом он вообще все это делает. и самое интересное, что тебе интересно это наблюдать, несмотря на то, что это все еще тупорылейший, тупорылейший, блядь, молодежный слэшер, в котором просто режут людей ножами, и на этом как бы, как бы, весь синопсис заканчивается. То есть в этом ничего странного нет. По поводу того, как играют актеры, ну, честно сказать, я не знаю, что вы от них ожидаете в слэшере. Играют они хуево, ну, то есть как и во всех слэшерах, то есть это, на мой взгляд, нормально. Стоит ли тратить время на крик? Хуй знает, вот честно. Это тот момент, который каждый для себя решит сам. Я посмотрел исключительно из-за того, что мне интересно было, чё ж там такое, вот это поворот, какой сделают в этот раз, ну, я остался не впечатлен. То есть, в моем понимании, это вот такая, знаешь, 6 из 10. То есть, типа, ты смотришь, в целом, наверное, если бы ты не смотрел, ты ничего бы не потерял, да, абсолютно. Поэтому в этом плане, к сожалению, Крик 6 я не могу советовать. А по поводу остальных фильмов, которых я смотрел, то есть, смотрите, Человек, Муравей и Оса, Квантомания, говно, мне не понравилось. Супер, братья Марио в кино, ну, стоит посмотреть, если вы сможете пережить то, что это прям совсем-совсем детский мультик. Мне понравилось. Подземелье, драконы, честь среди воров, я очень советую, мне понравилось. фильм, который вы посмотрите на следующий день, забудете. А Крик 6, ну, просто не тратите на него время. Вот и все. Это вот такой ликбез от Дипки. На что я вам не советую тратить свое время, и это будет очень неожиданно, когда это исходит от меня, тут вышел бумер-шутер Warhammer 40 000 Bolt Gun, и, честно сказать, я не советую вестись вам на охренительно позитивные отзывы в стиме на эту игру, которые говорят, что, о, господи, это же, это же прекрасно, это же Doom, плюс Warhammer. На самом деле, это достаточно скучно, и очень быстро выдыхающийся шутан. Бумер-шутер, Макс, правильно говори, теперь бумер-шутер это называется. Бумер-шутер, Дима, это в Ульфхенштейне 3D, блин, это миллениал-шутер, давай уж честно скажем. Миллениала-шутер. Вот. Это что, где ты убиваешь миллениалов? Да, но, слушай, меня тут очень раздражает, что это называется бумер-шутером, потому что бумер-шутер, это вот максимум, что запомнили, Commander King какой-нибудь, а тут бумер-шутер, бумеры в такое играли. А это вот это про нас, история, которую уже Doom 2 застали, который уже застали. До конца откровенном, то бумеры вообще не играли в видеоигры. о чем мы речь? Может быть, играли в Факмэна. Вот Dungeon and Dragons это для бумеров. Я просто к тому, что, да, здесь неплохо сделана стрельба, да, здесь неплохо сделано ощущение от экшена, но есть несколько претензий. Во-первых, это нихера не космодесантник. Космодесантники в принципе не могут так двигаться. То есть, Warhammer, он весь про сеттинг. У нас целых 12, ой, 13, да, 12 выпусков про это. 12. Это мы супер укорачивали. И игра просто на сеттинг забивает гигантский хер. Этот несчастный ультрамарин, безымянный, кстати, убивает за игру больше высших демонов, чем это делал император во время Ереси Хоруса. Вот. Второй момент, это то, что она просто не очень интересная. Это игра, которая слишком дословно следует шутерным конвенциям из 93-го года. То есть, у вас есть уровень, это, естественно, лабиринт, и мне еще на стриме писали, нихрена себе, как ты можешь вообще тут ориентироваться? А я такой, у которого часов 200, наверное, в сраном думе за плечами, такой, ха-ха-ха-ха-ха. Вы еще не знали, как, блядь, выглядят в старых шутерах карты, которые делались не просто как лабиринты, как, ебаные, блядь, многоуровневый лабиринт. Да, 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 добро пожаловать в детскую травму. Второй момент, вся игра, она вся, сука, построена на том, что тебе надо найти три ключа. Каждый ебаный уровень это поиск трех ключей. Это просто пиздец. Это меня раздражало еще и в 93-м году, честно тебе скажу. Да, это игра, которая не привносит вообще ничего нового. И зачем вам играть в не очень хорошую видеоигру, которая имитирует старые хорошие игры, если вы можете поиграть в какой-нибудь Brutal Doom. Я не знаю, сеттинг Warhammer здесь используется постольку, поскольку сюжетно она как бы пытается примазаться к первому Space Marine, это очень многих людей заинтересовало, потому что, типа, дело происходит на той же планете, там, упоминается капитан Тайтус и все дела. Нет, ребят, здесь катсцены ровно две, они идут 4 секунды. Вот, сюжета здесь нет, все просто. И она, причем, очень дорого стоит, за нее просят, если в казахском стори брать, тысячу рублей условных, то есть там сколько-то, на 5000 тенге, что ли, стоит, я не помню. И она не стоит этих денег. Вот это игра, которую очень приятно взять на распродаже где-нибудь, когда вы, я не знаю, там, она будет стоить условных там 150 рублей, и тогда мне можно будет понажимать и положить в библиотеку. Сейчас нет, просто нет, это, вы не получите удовольствие как фанат Вархаммера, потому что по Вахе есть, в общем-то, игры получше, пускай и старые, и эта игра, ну, она просто такой огромный, извините за игру слов, болт кладет на сеттинг местами, что у тебя не может не гореть, если ты знаешь Ваху. А как видеоигра, ну, она максимально посредственная, максимально, у нас есть стрим по ней, если вам недостаточно моего отзыва, вы можете просто посмотреть мой стрим и сами во всем убедиться, то есть, в этом плане можете пройти на наш YouTube-канал и сами глянуть вообще, что называется, демону в лицо. Так что вот. Следующее, то, что мы хотели обсудить с Максом, это фильм, который называется Блуждающая земля 2, это китайский фильм, который называется в оригинале Леу Лянг Ди Ква 2, надеюсь, я правильно прояснил. Партия дать тебе миска рис. Миска рис и кошка жена, да. Это приквел, как ни странно, смотря на цифру 2 в названии, это приквел к первой части к фильму Блуждающая земля, который рассказывает о том, что вот на земле в какой-то момент выяснили, что солнце погаснет через 100 лет. И через 100 лет, соответственно, оно поглотит землю, а, подожди, не погаснет, по-моему, наоборот, типа превратиться в сверхновое. В красного гиганта, да. И, соответственно, надо из солнечной системы уёбывать какими возможными способами. Никаких тебе способов путешествовать со скоростью света не существует, поэтому правительство разных стран придумывает такую идею, что давай-ка мы впендюрим гигантские здоровенные двигатели прямо на саму планету Земля, включим их на максимум, и наша Земля будет таким гигантским космическим кораблем, который потихонечку полетит в сторону другой солнечной системы, в соседней, условно говоря, у соседней звезды, да. И это кратко в содержании фильма. Поскольку это фильм китайский, то он очень сильно ориентирован на коллективизм. То есть, здесь не важна роль или судьба отдельного человека, здесь важна роль коллектива всего китайского общества, которые изо всех сил делают гигантских масштабов огромные проекты. То есть, вот проект, например, создания этих гигантских двигателей делаются там, типа, целыми правительствами, да, там, куча народу из разных стран собирается для того, чтобы эти двигатели ставить. Естественно, у людей, которые, ну, скажем так, их загоняют в не слишком интересные рамки, у людей появляются недовольные. И эти недовольные, в общем-то, по всячески гадят там людям, которые все это делают. Я могу сказать так, это фантастика, которая, как ни странно, она сделана по книжке Люци Сыния. Я вам рассказывал про фантастику планеты трех тел. О, господи, как это? Задача трех тел. Задача трех тел. Задача трех тел. Тоже Люци Сыния. И вот, собственно говоря, уже второй фильм по его, скажем так, роману. Я не читал книжку, я не знаю, что там происходило. И в целом, я, наверное, могу сказать, что этот фильм не стоит, скажем так, прям того, чтобы его прям бежать и смотреть. То есть он не прям там супер-купер какой-то классный. Но у него есть одно большое преимущество перед Марвелу-блокбастерами и всеми остальными. Какой же тут... Он такая еба творится, просто пиздаш. Да, тут такой ебейший CGI, блядь, просто охуительнейший сай-фай, прям вот, знаешь, ты смотришь и думаешь, бля, а можно мне вот с этим же бюджетом какой-нибудь сериал по масс-эффекту или фильм по масс-эффекту? Можно по-жимому? При этом там есть видеоигры, там есть секвенция, тупо, сука, эйс-комбат. Да, в самом начале там происходит типа террористическая атака на местный аэропорт, вот, и там летает огромное количество всяких дронов, самолетов, блядь, какая-то просто пиздорезка, нахуй, самая настоящая творится. Все это происходит в реальном времени, там, типа, пилоты что-то там пытаются как-то справиться, там, там, стреляют эти дроны, там, просто пизда творится самая настоящая на экране, это смотрится очень круто, то есть, вот, единственное преимущество фильма. А в остальном, в целом, ну, тут такие какие-то истории, которые ты уже везде видел, то есть, там, история про самозарождающийся и история про, там, типа, манипуляцию некоторыми людьми, там, типа, фактами, которые там происходят в мире, как человечество там пытается свои проблемы решить на фоне того, что у них есть более гигантская, скажем так, проблема перед ними стоящая и так далее и тому подобное. Ты все это видел миллион раз, по сути, это даже можно назвать, наверное, фильмом катастрофы, потому что, ну, тут... Ну, это чистой воды и фильм катастрофы, но тут прикол не в этом. Как это назывался, фильм 2012, да, или как он там? Да, 2012 просто. Вот, типа того, то есть, ты отключаешь мозг и смотришь чисто ради ебы, которая творится. При этом, я могу сказать, если вы слушаете, вам все это кажется знакомым. Вы наверняка в детстве читали советское издание Францисса Корсака, это был такой французский автор. Вот, скорее всего, читали его книгу «Бегство земли». И я убежден, что Люци Синь очень сильно вдохновлялся «Бегством земли», когда писал, собственно, вот этот вот фильм. И да, это реально очень похоже на «Бегство земли». И еще сильнее это похоже, потому что это приквел. А в «Бегстве земли», собственно, описана вот эта вся история. И там, знаешь, что есть в «Бегстве земли»? Гигантский двигатель на полюсах, как человечество не просто его строило. И сопротивление, которое возникло из-за того, что все строили эти двигатели и загоняли в рамки. Вот, понимаешь, вот это буквально «Бегство земли дома». Короче, фильм мы советуем, на самом деле, но я говорю, если как бы вам не присуща история того, что вы не графодрочер, вам смотреть его, наверное, противопоказано. А если вам хочется посмотреть на пизда CGI, идите посмотреть. Да, еба там отменная. Но у фильма есть один, блядь, пиздец, какой существенный недостаток. Он идет три ебаных часа. Зато красиво. Зато красиво. Это правда. Тимур, у тебя тоже были китайские приключения? китайские дни, потому что я тут дошел, как я и пытался вам сказать, сегодня еще тоже в подкасте, до мультфильма, который называется «Белая змея». Что интересно... Большие янки, как-то так. Да, что интересно, дело в том, что «Белая змея» это мультфильм студии, довольно классной, китайской. Единственное, что я все время, блин, забываю, как он называется, «Джи Китс», что ли, по-моему, «Джи Китс» она называется. И еще «Лайт Чейзер Анимейшн». То есть это «Джи Китс» и «Лайт Чейзер Анимейшн». Это, я так понимаю, что студия, которая существует уже несколько лет в Китае, которая прям такой, знаете, Pixar прям херачит. И мультфильмы у них получились довольно классные с точки зрения того, что у них очень крут арт-дирекшн. Только в 2019 году вот эту белую змею они сделали еще, знаете, как говорится, типа не везде техника у них прям круто работала. Но смысл в том, что это как раз прикольный мультфильм по китайской мифологии. Вот я сейчас скажу неочевидную мысль. Когда сейчас периодически берут и хуесосят Дисней, Нетфликс и прочих за то, что они берут и делают западные какие-то истории, которые существуют еще много лет, и берут и делают рейс-своп, и берут и туда запихивают черных, или азиатов, или еще что-нибудь, и им все говорят, блядь, у всех национальностей, африканцев, китайцев, корейцев и прочих столько мифологии, столько крутых и интересных историй, что можно обсниматься просто всего, но вы какого-то хрена берете и там типа делаете рейс-своп. Зачем? Ну типа вот почему? Нет, давайте будем дальше рейс-своп фигачить. И вот тебе приходит белая змея и показывает тебе, как ты можешь взять китайскую историю с китайскими персонажами и снять охуительно. То есть у тебя будет реально прикольная история с классными персонажами, веселенькая, интересная, и самое главное, что интересно, что сделали китайцы, ты никогда в жизни не ожидаешь, что у тебя будет такой пиксаровский мультфильм, в котором тебя будут показывать голых персонажей и где у тебя будут натурально убивать людей, там прям такой хуяк ножом просто в грудь и там кровища и все такие-таки типа нормально, нормально все. Ты такой, то есть у тебя разрыв шаблона, что ты смотришь картинку, которая максимально старается быть пиксаровской, а внутри типа, ну ты понимаешь, что это не детский мультфильм, потому что это то, что минимум PG-13 было бы минимум в США, а еще, ну скорее всего, может быть, даже и мачур бы назвали, потому что, конечно, там не показывают прям совсем все, но прямо имплайнг очень сильно. И могу сказать, что довольно интересная история как бы про то, что существует раса змей-людей, и одна из них теряет память после неудачного покушения там на типа генерала, генерала-демона, вот, и попадает к людям. И, соответственно, в нее влюбляется обычный чувак, и в какой-то момент выясняется, он понимает, что она все-таки демон, что она умеет превращаться в змею, и они решают, что нужно все-таки покончить с этим безумным генералом, потому что он там собирается поубить всех змеи-людей, и вообще всех демонов, за счет того, что сам стал, по сути, как бы частично демоном. И в какой-то момент выясняется, что, ну, там, типа, огромное количество сюжетных перебитий интересных, но сам факт того, что вот у тебя прикольные задизайненные персонажи, интересная история, много вот этих поворотов, которые, как бы, ну, они предсказуемы, а некоторые вообще непредсказуемы. Ты такой, о, ни хера себе, прикольно придумали. Ну, то есть, то, что, как бы, ты, если это был бы западный пиксаровский мультфильм, то все было бы очень предсказуемо и пошло бы вообще не по такому пути. Абсолютно все не так бы было. Но, поскольку это китайский мультфильм с их собственной мифологией, с их собственным менталитетом и с их какими-то там, так скажем, историями и идеями того, как это все может там развиваться. Смотри, как выглядит на секунду, что, типа, персонаж голый раздевается. Да. Вот. Ну, короче, смысл в том, что там много интересных моментов, которые, вы вообще не ожидаете. Вот. И прикол в том, что, ну, такой мультфильм довольно прикольный. Вот. И ты такой думаешь, блин, ну, классно, как бы, круто, хорошо, что они его сделали. И, в общем-то, хорошо, довольно-таки, как мне кажется, получилось. Вот. Прикол в том, что я начал смотреть, но он так получил, что мне не получилось досмотреть, но я думаю, что я расскажу в следующем подкасте про него. Эта же самая студия, эта же самая студия, сняла новый мультфильм, который вышел вот буквально год назад, который называется «Новые боги Ян Дзянь». Синь Джэнь Банг Ян Дзянь. Вот так вот. И вот этот, соответственно, Ян Дзянь, ты можешь его тоже найти. Если бы я еще написал шоу-ноту, я бы, наверное, нашел. Короче, я его посмотрел только первые полчаса, я говорю, я расскажу, но впоследствии в следующем выпуске обязательно про него. Но, если вы его включите сейчас как-нибудь и посмотрите, даже первые полчаса это просто какой-то отвал башки. Чувак, расскажи, в следующем подкасте все хорошее. Я просто к тому, что первые впечатления, когда вы смотрите этот мультфильм, это ощущение того, что вам взяли и сделали, по сути, экранизацию такого сеттинга, которым вы никогда в жизни бы даже не подумали, что он может существовать вообще. Это сеттинг мифологического киберпанка. Прикольно. Расскажешь в следующий раз, когда будет что-то показывать. Про Белую Змею закончи, пожалуйста. Короче, Белую Змею я очень советую, несмотря на то, что видно, что у чуваков было не очень много денег в плане бюджета. И там местами, ну, все очень красиво, анимация классная, но прям видно, что местами технологические как бы у них прям, ну, были очень бюджетно, да, потому что там видно, что там персонажи, знаете, как бы с этими с альфа-каналами, где дизнеринг используется, да, и это вот то, что было прямо на консоли, на PlayStation 4, например, в Final Fantasy 15, да, ты прям видишь, что волосы такие шиммерят, да, и здесь то же самое, но ты понимаешь, что это тебя все равно не отвлекает, потому что все остальное сделано довольно прикольно, то есть и арт-дирекшн, кстати, музыка тоже, музыка очень крутая, и как бы в целом вот саунд-дизайн просто офигенный, и прикольная история, необычная, и классные персонажи, в общем, все немножко цепляет, поэтому я скажу так, что как бы если вы ищете, он не очень детский, так что мне кажется, с ребенком, например, если там ребенок маленький, не стоит смотреть, а вот там, если вы ищете там с девушкой, или сам посмотрите, или там как бы вы девушку хотите тоже сами посмотреть, или там с друзьями, то в принципе довольно прикольный такой фильм в стилистике ранних Пиксаров, только чуть более взрослый и с необычным сюжетом, вот, такие и враги. Слушайте, мы тут с Тимуром вместе, с Лагом, наверное, в неделю посмотрели в кинотеатре «Стражи Галактики» часть 3. Секунду, можно я вас перебью, там, Настя Вереск отправила нам 200 рублей, наконец-то я попал в Нонлайн, привет вам с Дальнего Востока, вы крутые, спасибо за подкаст. Спасибо большое. Так вот, мы с Тимуром сходили в кино с разницей в неделю на «Стражи Галактики» часть 3, и я думаю, все ждали, что мы про этот фильм как-то упомянем, я не скрою, это был единственный фильм «Марвел» за последние лет, наверное, 5, который я неиронично ждал, вот, и один из немногих, на который я вообще выбрался в кинотеатр, потому что в последнее время, даже если есть возможность, я предпочитаю наблюдаться дома, что называется, кино, потому что мне больше нравится мой экран и в целом качество, но это тот фильм, который вытащил меня в кинотеатр, и я могу так сказать, я не разделяю прям восторгов, прям таких каких-то вот обосраться, ух, какое-то крутое кино, «Ух, Марвел вернулся», нет, у фильма есть недостатки, и он не идеален, но он тебе на, сколько он идет, 2,5 часа, может, даже подлиннее, он длинный, вообще так-то, он возвращает тебе тот самый Марвел, ради которого ты ходил в кино, то есть вот эта магия... Он на уровне второй части, или там первой? Да, он на уровне второй части, он хуже, все еще я считаю, что лучшая часть первая, но, во-первых, Джеймс Ганн, я расскажу без спойлеров, а дальше, я думаю, Тимур меня дополнит, во-первых, Джеймс Ганн все-таки хорошо снимает кино, как кино, он пользуется визуальной комедией, он неплохо делает экшен, там не прямо отвал жопы или что-то в кресло вжимаешься, но все равно прикольно, да, а самое главное, меня другое восхитило, там искренность, и, знаешь, так, когда щемят, ты понимаешь, что тобой манипулируют, но ты и не против, вот, в тех местах, где ты вообще этого не ожидаешь, то есть, ты не ожидаешь, например, что фокус будет на ракете, и он будет работать, вот, или там космо, очень неплохой, и так далее, но самое прикольное, но самое прикольное, что Ганн, фильм с PG-13, протащил какое-то безумное количество боди-хоррора, я вообще не понимаю, как ему выдали PG-13, честно говоря, потому что там есть такие сцены, что они тебя делают, вот прям максимально неуютно, ощущением, когда ты в зале сидишь, они в основном связаны с аркой ракеты, вот, на мой взгляд, фильм очень достойный, он все еще идет в кино, я советую на него сходить, потому что, я вас уверяю, вот это последний фильм Марвел, который обладает этой магией, потом ее не будет, Ганн уже ушел, Ганн уже ушел, все, теперь у нас, как этот любит Critical Drinker говорить, modern audience фильмы, понимаешь, все, а это такой... Так, у них modern audience фильмы последние пять лет, блядь, да, и вот это первый фильм за пять лет, который хороший, и еще один момент, это финал, это реально финал Стражей Галактики, это точка, я почти уверен, что Марвел ее как-то потом испоганен, но Ганн... Тебе буквально же сказали, что типа Star Lord был Реторн, вот, поэтому он скорее всего будет или в каком-то новом Торе, или еще в чем-нибудь, но в любом случае, Ганн точку поставил очень красиво, и фильм такой длинный, ровно потому, что он дает вот этот вот арку резолюшена абсолютно всем персонажам, у тебя никаких вопросов в финале не возникает, и мне очень-очень понравилось Небюло. Я очень рад, что Карен Гиллан, которая вообще отличная актриса, и она прекрасно играла в Докторе Кто, дали наконец-то больше экранного времени, и она его полностью оправдывает. В этом плане Третьи Стражи, это может не восторг, но это несомненный успех у Марвела. И если вот вы хотите поощрить хороший фильм Марвел, то на Стражи сходить стоит. Единственное, мне не очень понравился Золотой Адам, или как там его зовут? Адам Ворлок его дал. Адам Ворлок, да. Я считаю, что в целом игра гораздо лучше. Бля, там будут пытать ракету, да? Судя по скриншотам, блядь. Ты даже не представляешь. Это оригин ракеты. Понятно, как его сделали ракеты, я понял. Да, и... Ну, фильм классный, фильм реально классный. Если его оценивать по десятибалльной шкале, что я делал, ненавижу. Такая твердая, крепкая восьмерка, вот кроме шуток. А как Тимуру зашло, я не знаю, но вроде как ему тоже понравилось. Слушайте, мне действительно тоже фильм очень понравился. Это действительно старый, вот прям вот как в старые времена, хороший такой Марвел фильм, качественный, где классно действительно завершили практически все арки. Я бы так сказал, что первые Стражи Галактики были крутыми, прям вот они были такими свежими, необычными, ты этого вообще ничего не ожидал. Вторые были какими-то вообще непонятными. Вторые были просто полным говном. И то есть как бы они были абсолютно проходными, ненужными. Вот при этом... С Росарой Галактики 2? Да. Да, я согласен. Третьи как бы они оказались как-то так отдельно стоящим особняком, потому что они чем-то похожи на первые, и при этом они еще похожи как бы на остальные другие Марвеловские фильмы, вот оригиновые такие, потому что опять же, это прямо реально буквально фильм оригин Ракеты. Но я так скажу, что некоторые были разочарования, потому что они видно, что прям хотели уделить побольше внимания другим персонажам, которые впоследствии явно будут делать на них фокус, в том числе про Адам Уорлок. При том, что когда они его в одной из сцен после титров, по-моему, как раз во второй части, они его как бы даже не представляли, а имплайн, что вот он будет... Потому что актера не было на роли еще. И все такие, блин, ну как же круто сейчас вот по Адаму Уорлок, а то будет вообще прям полный разъеб. И потом ты вспоминаешь, как Адаму Уорлока показали в игре, и ты думаешь, блин, сейчас будет какой-то такой вот еба-персонаж. Крутой, да, а потом тебя показывают, как он... А потом тебя показывают, и ты такой, вы что за это платите? Братан, серьезно, да? Вот примерно так это. И ты такой, блин, ну как бы, ну вот это вот этот максимально неподходящий актер, просто как бы. И вот если бы они взяли туда какого-нибудь такого персонажа а-ля Джейсона Момоа, вот он бы идеально подходил бы на вот эту роль. Такого типа, такого дурачка, который как бы... Они могли бы туда взять актера, который играет Хоумлендера. Да, ну или как бы, или вот Хоумлендера как бы, ну то есть какого-то такого персонажа, который такой статный, крутой чел, но какой-то... Ну ебаньком. Ну полную хуйню в дворе. Просто ебанутый, да, ну поехали же. Вот как бы, вот если бы реально играл какой-то такой персонаж, а там его играет, блин, пацан, ну это очень тупо выглядит. Ну прям вот реально тупо. Мне этот пацан запомнился по фильму Мы Миллеры, где вот как раз вот этот мем типа, вам что, все еще платят? Вот это реально оттуда. И я каждый раз, когда его вижу, еще в других фильмах, я каждый раз об этом мем вспоминаю, и, блядь, просто... Little Hope. Не в состоянии просто. Но в игре же он серьезный и пафосный, в игре вообще все лучше. Я до сих пор считаю, что лучший страж галактики Уэйдис Монреаль. Вот, это мое скромное мнение. И заканчивая все, скажу так, что там местами все выглядит как какой-то детский капустник, потому что вот эти костюмы, локации какие-то очень странные. Но местами довольно прикольно смотрятся. Разноцветный скафандр, это реально Амогус. Бля, чувак, ты... Это самое меньшее, на что ты обращаешь, внимание, потому что там местами такая дичь происходит. Там такой пиздец просто, просто пиздец. Да, и ты такой просто, господи. Но я сделаю такое, забегая вперед, они же действительно сделали резолюшн, но с такой большой, жирной затравкой на то, что типа Guardians of the Galaxy немного в другом составе. В другом составе вернувшись. они будут дальше существовать, как бы, да, и без гана, и так далее. ты увидишь потом, что будет дальше, ты будешь этого ожидать, но это уже не столь сильно впечатляет, хотя затравка на сюжет с будущими потенциальными Guardians of the Galaxy в другом составе вполне может быть, может иметь место быть. Может быть, просто не столь, как бы, я бы так сказал, типа, иконично, не столь канонично, но, как бы, потенциал есть некий, как бы, посмотрим. Но фильм сам по себе действительно, это такие в лучших, вот, знаете, это тебе показали, как, а помните раньше, как вот Marvel умел, да, о, заебись, вот так, да, а вот, а знаете, больше таких фильмов не будет, торопитесь, это последний, да, 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 это так правило. Такой, блин, ну, последний сходил. Правильно вас правило? Да, странные шри клевые, они реально клевые. Слушайте, он лучше, чем Кантамане, поверь мне, намного. Хотя, хотя Кантамане мне тоже понравился, вот ты его заговнил, как бы, да, ну, я такой, я из Стражей Галактики заговнил, кому? Нет, просто на енотике ты будешь плакать. Ну, ладно. Слушайте, Владск Вигельф, за нас нам 5 долларов, ждете ли фильм про Гран-туризм, я вот жду, надеюсь, хайп поднимется, руль хоть кому-нибудь продам свой. Ты не на ту целевую аудиторию продаешь, потому что у фанатов Гран-туризма рули еще с PlayStation 4 остались. А вот кому ты можешь продать руль, братан? Ты можешь продать руль фанатам Евротрак-симулятора. Мне очень понравился охуительный просто TikTok, где чувак такой на фуре едет, на настоящий смысле фуре едет, такой, да, наконец-то я на стоянке, надо расслабиться, ставит ее на ручник, там, ручку, такое, типа, ставит на ручник фуру, такой, переползает за второе сиденье, где у него Угитек G25, ноутбук, Евротрак. Ну, конечно, смогу отдохнуть. Это как те самые немцы, да, которые приходят с работы погрузчиком и играют в симулятор погрузчика, да. Да, так оно и есть. Слушайте, мы потихонечку заканчиваем наш подкаст, переходим на нашу замечательную рубрику лучшей статьи прошедшей недели, и у Макса, как у нас, самого главного, фото душнилы, статья про фотоаппарат. Да, я написал большую статью в Телеграф, что называется, это телеграмовский сайт для лонгридов, вообще изначально в канал, но это достаточно долго ресерченный мной материал про то, как целая киносистема мгновенной проявки похоронила компанию Полароид, это не очень раскрученная, не очень известная история, посвященная камере и системе Половижн, в которой Полароид вгрохал огромное количество денег, видео выходило говеным, и она с треском провалилась вообще абсолютно. Я рассказываю подробно, как эта система работает, что ее сгубило, вообще, как ее разрабатывали, по какому принципу все это работало, и вы удивитесь, насколько сильно, как ни странно, вся эта история нашла отражение в современных цифровых сенсорах. Короче, мне много кто сказал, что материал очень классный, я вообще не планировал его добавлять, а потом такой решил, ладно, хорошо. Так что почитайте, и даже если вам плевать на фотографию, это достаточно поучительная история о том, что не все ваши маниакальные тенденции к развитию технологий надо пускать на рынок. Слушайте, я хотел вам посоветовать довольно прикольную статью от ресерчера в области кибербезопасности о том, что тут Google умудрился сделать новое доменное имя, которое, как бы, всячески теперь пушит, которое называется доменная зона. Зона, да. называется .zip. Ну, знаете как, .ru, .org и так далее, .zip. И там чувак говорит, что, ну, это просто пиздец, потому что количество векторов атаки для сайтов, на которых будет что-то, 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 .zip, и вы такие думаете, наверное, это сайт. Нет, это файл. Или наоборот. Да, и, как бы, соответственно, там, ну, как бы, потенциальных векторов атаки, которые, вы просто переходите по сайту, а у вас на этой ссылке воруется все, что только можно, или запускается то, что вообще нельзя, ну, как бы, векторов атаки дохуя. Мне нравится, как у него зловрет называется evil.xz. Да. А при этом делает он это на маке, намекая на то, что, ну, понятно, где xz-шники-то. Ну, смысл в том, что, как бы, это полный пиздец, и почему-то чуваки из гугла об этом не подумали, ну, типа, прикольно, .zip. Слушай, говоря про чуваков из гугла, пока мы пишемся, тут наш общий друг Денис Ширяев, он вывалил интересный факт, что в Википедии долгое время был нарисован неправильный флаг Ватикана по цветам и пропорциям, и поэтому этот флаг Ватикана неправильный сейчас висит по всему миру, но самое интересное, в том числе, в комплекте эмодзи гугла, которые срисовывали его с Википедии, там сейчас неправильный флаг Ватикана находится. Так что, это типичный гугл. Третье, не статья, но очень интересный видос на английском, который я хочу вам посоветовать, это тот случай, когда вам алгоритм Ютуба выносит реально крутые видеоэссе, он посвящен моду на Doom, который называется myhouse.watt, Watt это расширение модов на Doom, это абсолютно часовое видео про супер сюрреалистичный мод, который я бы назвал, наверное, произведением нелинейного искусства. Это такая постепенная кроличья нора, в которую автор ныряет все глубже, глубже и глубже, и безумие накручивается все сильнее, сильнее и сильнее, я даже не знаю. Это будет выглядеть как обыкновенный дом. Да, но если ты промотаешь чуть-чуть там, я не знаю, на середину, там всякие метафоры, неевклидовая геометрия, невозможные технические вещи на движке Doom начинаются, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Все это рассказывает очень разрозненную историю, фактически является Мерсов Симом на движке Doom. Короче, очень советую посмотреть, даже если вам абсолютно наплевать на Doom и его моды, потому что это вот явление, можно сказать, в модерском сообществе, которому вот буквально... А это современный мод? Да, да, современный мод, конечно. Вот, короче, это очень крутая история, и она воспринимается скорее как хоррор, чем какое-то видеоэссе, очень советую поглядеть, вы реально офигеете. Блин, это же меня заинтересовало, я посмотрю. Да. Ладно, короче, ребят, мы потихонечку заканчиваем подкаст, если вдруг вы смотрите нас в видеоверсии, не забудьте, что, к сожалению, из-за технических неполадок в ходе стрима, у нас две части этого подкаста, то есть не забудьте, что вам нужно пойти и посмотреть часть 1 и часть 2, то есть, типа, файлов 2 получилось на YouTube, вот, а так, как бы, соответственно, в аудиоверсии это будет единый, единый документ, единый аудиофайл, который вы сможете совершенно нормально послушать, не забывайте, что, если вы подписаны на нас, на Патреоне или Бусти, или в Apple Podcast, вы можете послушать не отредактированную версию подкаста, там ничего не вырезается, и иногда бывает такое, что, как бы, она может на час быть больше, чем версия отредактированная, вот, и, как бы, соответственно, если вы нас поддержите, это очень круто, спасибо вам огромное, это нам сейчас очень сильно помогает, и мы стараемся, как бы, кроме вот всего прочего, еще выпускать дополнительные подкасты для всех наших подписчиков, вот, у ребят сейчас еще кабинет лора выйдет новый, и я буду, будем надеяться, в ближайшее время еще и выйдет, соответственно, сказки дядюшки зомбака следующая часть, вот, кроме всего прочего, я говорил, что у нас тут новость состоит в том, что я в ближайшие недели буду недоступен, так что ребята будут выходить, скорее всего, или вдвоем, или, может быть, с кем-то, с приглашенных гостей, или, если будет получаться, я буду где-то там на коленочке разворачивать сетап, и мы будем пытаться выходить в эфир со мною по пути, вот, я расскажу потом, что к чему, в любом случае, спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, да, да, ну и больше всего мы хотим поблагодарить наших патронов, которые заносят нам больше всего денег на Патреоне и на Бусти, и это, конечно же, Джаст Рега, Оля Кончики, Майкл Кужель, Алексей Шелепов, Дмитрий Мельков, Иван Даниленко, Вайзерс, Мишином Боссибл, Никита Бескорсый, Сергей Гычко, Донатас, Женечка Калинин, Александр Давыгора, Антон Ленский, Вайсберт, Цареубийца Джейми, Корк, Ходорелф, Цехолинец, Полублевский Дима, Влад Лялин, Дирандин, Егор Ильин, Евгений Петрунко, Никита Стрельников, Ти Юджин, Артур Галиулин, Роман Космодемьянский, Алексей Карпов, Петя Третьяков, Мистер Вэлери, Алекс Колов, Степан Пугачев, Дрэгон Мастер, Павел Петлич, Николай Матросов, Ильин Егор, видимо на второй раз на Патреоне, Мистер Лерой, Азамат приехал и Сергей Рыбачок, Михаил Аронов, Ферзиздис, Чарлей, Лед под ногами Майора, Валерия Неборская, Вячеслав Шинауров, Две черточки, Петр Лаврентьев, Станислав Бартунский, Пункопопроша.комфигурки в России, Келиос, Егор Тихомиров, Замбаризантелла.it, Ардзен, Мятная Рысь, Артем Логинов, Денис Бондаренко, Григорий Яфа, Денис Артюшин, Джек Ванилла, fxfortrader.ru, Максим Лебедев, Дрентозавр, Антон Зифон, Дмитрий Коробенков, Екатерина Александровна, Евгений Богомолов, Никитас теперь винный насос, Монтройгер, Никита Стрельников на Патреоне, спасибо тебе, братишка, Антон Кузнецов, Нексенсу, Алексей Пазников и четыре завтрашейха, три на Патреоне, один на Бусти, которые посчитали нужным остаться анонимными. Спасибо вам, пацаны и девчонки, огромное. Спасибо, ребят. Слушайте, ну, мы потихонечку заканчиваем и спасибо, что вы были с нами, что вы нас смотрели, нас терпели, ну и самое главное, конечно же... Ну и спасибо нам, что мы выжили. Сколько? Шесть часов? Не шесть, меньше пять, наверное, где-то. Не знаю, неважно. Пять часов 13 минут. Ладно, давайте. Не забывайте о том, что у нас есть социальные сети, можете подписаться на нас в Телеграме, можете подписаться на нас в Твиттере, если вы пользуетесь ВКонтакте, то мы и там есть, а, соответственно, если вы смотрите это на Ютубе, не забывайте поставить свой лайк, ну или дизлайк, ну лучше не надо. Я в последнее время думал о том, что на самом деле в нашей социальной сети подписано огромное количество людей, которые делают всякие контенты и постоянно у нас воруют. Знаешь, как было обидно, когда я сидел, корячивался и делал эти фотошопские обложки, игровые обложки типа расширением типа Generative Fill, и когда увидел, что их все своровали, короче, нигде никто не написал, что это наше. Хотя некоторые написали. Чувак, во-первых, я тебе могу сказать так, как автор одного из старых мемных каналов, который уже давным-давно не ведется, я могу сказать так, хороший контент на дороге не валяется, поэтому тот, кто первый спиздил, тот и молодец. Так что ты, чувак, проебался. Надо было лепить эти, как они называются, ватермарки. Как этот, как Аламе или Шаттерстоп. А если ты делаешь видосик, то по видосику обязательно, обязательно должна какая-то Дим, запускай QR-код. Да, какая-то, он, кстати, не работает ни хуя. Почему? Почему? Чего ты не работаешь, бразь? Он не работает, потому что я его по-другому назвал. Вот, вот, суки. Ну вот так оно и работает. Ладно, давай. Должна есть какая-то ватермарка, вот и когда ватермарка поездит, чувак, ты тогда будешь знать точно, как это работает. А по поводу Ютуба могу сказать так, ставьте свой лайк, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик. Это важно. Смотрите, что у нас уже, опять же, я говорил, что вот мы там типа топили, давайте до 14 тысяч, у нас уже 16 300 подписчиков, вот, и такими темпами мы уж скоро с вами до 17 доберемся. Так что, если кто-то не подписался, то вы это давайте, потому что, видите, все наши призывы работают. У нас реально подписалось почти 2,5 тысячи человек за месяц, это очень круто и классно, спасибо вам большое все те, кто с нами теперь есть и теперь нас тоже сможет. Кто не подписался, тот вонючий сосиска. Большое спасибо. Большое спасибо. Не давай. Счастливо. Пока-пока. Счастливо, ребят.